Из дневника Бекетовой. 1891. 2 мая. Петербург. Франц болен тифом. Не опасно, но неприятно. Сашура у нас живет, и на моем попечении, конечно, едва выехала Леля. Я измучена физически и нравственно, мне мешают, что бы то ни было делать, тысячи житейских забот. Между тем душа совершенно истерзана. Рвусь к нему и не могу выбрать времени. Сегодня опять не дали. Примечание. Имеется в виду итальянский композитор и пианист Беньямино Чейзи, в которого долго и безнадежно была влюблена Мария Андреевна Бекетова, в это время был разбит параличом. К счастью, Сашура, вероятно, скоро вернется домой, а мама-то его как о нем тоскует, в то время как я им тягачусь. И так на свете все ведется. 1896. 23 июля Шахматова. Вчера были мои именины. День был жаркий, как все эти дни, и праздничный, благодаря детям. Спектакль с греками и их драмой, и иллюминация из фонарей. Примечание. Спор древнегреческих философов об изящном Казьмы Пруткова. И шуточная пьеса Блока и Кублицкого «Пятух. Поездка в Италию». Раздирательная драма в трех действиях. Все было мило и весело. 1897 год. 26 июня. Бат Наугейм. Здесь было много тяжких часов и дней. На мне была новая громадная ответственность. Аля с плохим немецким языком, с моими силами и с ее болезнью. Потом началось дело с Сашурой. Сначала он просто скучал, ныл и капризничал, и мучил свою маму и меня. Но потом мы познакомились с Садовской, и началась новая игра и новые муки. Он ухаживал впервые, пропадал, бросал нас, был неумолим и эгоистичен. Она помыкала им, кокетничала, вела себя дрянно, бездушно и недостойно. Мы боялись за его здоровье и за его сердечко. Тут подошло новое течение – знакомство с Сент-Илер. Это все пошло с одного разговора об ее умершем мальчике. Это ходячее пламенное сердце, доброта, простота, но форма некрасивая и неискусная. Мы жаловались ей на Садовскую. Она нам сочувствовала, побронила как-то Садовскую. Та обиделась, разозлилась. Стал допытываться у Сашуры, что про нее говорят. Сашура с дуру свалил все на мадам Сент-Илер. Вышли сплетни, гадости, дрязги. Кончилось все, однако, тем, что Аля все узнала от скрывавшего Сашуры. И оказалось, что любви у него никакой нет. И она-то завлекала его. На все сама была готова. Только его чистота и неопытность спасли его от связи с замужней, плохой, да еще и несвежей женщиной. Теперь Аля с ним проводит весь день. Он, как дитя, требует развлечений и забав. Аля и забавляет его. Дни идут. Та злится, не уезжает. Но Бог даст. Все скоро кончится ничем. И мы останемся одни. Худшее, что будет, это ссора с ней. Но не все ли равно? Главное, чтобы он остался цел и не был против матери. Отношения его с Алей были одно время ужасны, пока та все у него выпытывала, закабаляла его и брала с него слово, что он будет молчать. Он, наконец, не выдержал этого, сказал, что попал в скверное положение, что сам готов бы отвязаться. Тут-то все и пошло в другую сторону. Но вот начало Сашуриного юношества. Первая победа, первые волнения. Тут была и доля поэзии. Она хороша. Он дарит ей цветы. Она ему пела. 1900-й, 29 февраля, Петербург. Сашура уже второй год в университете. Думает о сцене. И давно уже мужчина. В противоположность моим опасениям, он имеет большой успех и совсем уж не бесцветен, блестящ. Аля, опять гораздо хуже. С Сашурой мы сходимся. 31 августа, Шахматова. Сашура хорош, но его здешняя безмятежность должна нарушиться в городе. Опять начнется меланхолия. Опять исключительность. А между тем, братьев не будет. И здорового веселья не будет. Примечание. Двоюродные братья Блок уехали в Барнаул, куда их отец был переведен в 1900 году. Франц ничего не значит в его жизни. Это пустое место. Ни сочувствие, ни совета, ни участие. Аля одна бьется. Знакомств взять негде. И Франц их затрудняет. Все, что не его круга ему чуждо, он сторонится. Чувствуется рознь и неловкость. Ничего не склеишь. 22 ноября. Петербург. Была у Али вчера. Она очень меня беспокоит. Это инфлуенса. Но при ее склонности опасно. Опять мысли о смерти. Притом для себя и для Сашуры. Тоска смертная. Больная душа. И притом физически больная. И он тоже. Я не умею ей отвечать. А ей только до него дело. У Али была мелодекламация. Поэтично, но плохо. У мальчика нет слуха. Он не ловит мелодий. И Катя не умеет ловить. Али все нравится. Примечание. Екатерина Евгеньевна Хрусталева, дальняя родственница Бикетовых, пианистка. 23 ноября 1900 года Блок писал к Ублицкой пятух. Приходит нам Катя Хрусталева и происходит мелодекламация с моим-то слухом. Впрочем, говорят, не дурно. Она как-то подыгрывает под меня. И я без всякого с ней соображения говорю стихи. Письма к родным. Том 1. 58 страница. 5 декабря Петербург. И у Али лучше. Сашура повеселел. И она тоже, конечно. 1901. 8 января Петербург. Новый год встретили у нас. Были Аля, Сашура и Евгений Осипович. Вышло неоживленно и невесело. Потому что Аля не здоровится, и она страшно устала. Сашура был, поэтому тоже не в духе. Но Аля. Сашура ничего себе. Хотя не вполне все хорошо. Но она совсем несчастна. Теперь уже для меня ясно, что ключ всего в ее несчастном браке. Это непоправимо и неизменно. Нельзя себя обманывать. Она несчастна и давно уже это сознает. Но последние годы еще больше не потому, как это бывает во французских романах. То есть потому, что муж физически надоел и хуже, чем другой мужчина. А напротив, потому что последний его престиж пропадает. Ей совсем бы почти не нужно мужа. А ресурсов никаких. И главное, главное, самое ужасное. Рознь, растущая с каждым днем. Она становится все утонченнее и развитее, все исключительнее. А он и все его окружающие все тоже. Он видит, что он не удовлетворяет, но сделать ничего не умеет. Существо неловкое и бездарное, еще гораздо больше, чем я, потому что я не груба, интеллигентно, все понимаю. Доброй воли у меня тьма, да еще и поэзия есть. Я не знаю, что же это будет дальше. Она способна его возненавидеть. Она чахнет от всего этого. Жизнь ей в тягость. Ничто не радует, все постыло. А уйти не находит возможным ради Сашуры. Да жаль Франца. Мне очень жаль. Он, в сущности, мало виноват. Но что же за судьба ее? Одно несчастье за другим. Один брак хуже другого. Я думаю, однако, что у них на днях будет буря, после которой будет некоторое облегчение. Дай бог. 15 марта. Петербург. Сегодня у нас был в последний раз Семен Викторович. Примечание. Панченко, в которую Бикетова была долго тайно влюблена. Мы были вместе у Али. Сговорились они быть вместе у нас сегодня вечером. Пришли. Все было ничего себе, даже не дурно, потому что тетка была веселая и бесценная, смеялась вся розовая со своим чудным лицом юного Аполлона. 11 сентября шахматного. Завтра едем в Петербург. Он любит тетю и все более с ней сближается. Тетю зазывают к себе, читают ей свои стихи и уважают ее мнение. А она очень старается быть умной и образованной, кроме того, деликатной и чуткой, и бережет свое сокровище — Сашурину любовь и уважение. Люблю их обоих до крайности, но осознаюсь не без горя, что они утомляют меня не только капризами своих настроений, но также и вечно приподнятым строем, не допускающим ничего, кроме звуков, сладких и молитв. Все им мистицизм да стихи подавай. Особенно она, моя бедная крошка с больным сердечком и нервами. Нельзя так вечно витать над землей в сферах умственной жизни. Это нездоровый, разреженный воздух, которым трудно дышать. Да, это так, но зато Сашура — неисчерпаемая тема для нас. Он много писал стихов, иные прелестные. Соловьева серьезно советуют ему их печатать. Неужели он в самом деле поэт, и в этом его судьба? Боже мой, если бы это было так! Какое счастье! 1902.13.май. Петербург. Завтра мы едем в Шахматово. Зима эта принесла мне немного, но мне кажется, что пережито ужасно много. Работа, некоторые успехи, полное успокоение. Немножечко ушла вперед, мало, но твердо. Вторая сторона — Аля и Сашура. Новая — это мистицизм, религия, вера, искание веры, пророческий дух. Пророчества эти мне непонятно, но я им не верю. Но Сашура поэт уже признанный избранными и познакомился с Мережковскими. Примечание. Имеется в виду кружок молодежи вокруг Соловьевых. Прежде всего Сергей Михайлович Соловьев и Андрей Белый. Моя любовь к Але и Сашуре все зреет. 29 июня Шахматова. Мальчики тешат нас своим смехом. Вчера еще был целый день их светлого детского хохота, а сегодня Аля нездорова и потому полна опасений, мрачных выводов, обезвыходности и так далее. Сашура под ее влиянием тоже другой, но она думает, что он страдает от общества Софы и Фероля. 1903 год. 18 января. Петербург. Вчера получено письмо из Москвы от тети Сони, Миша и Оля Соловьевой умерли. Он умер несколько дней от воспаления легкого, она застрелилась, сегодня их хоронили. Что с Сережей не знаем. Эти люди были нам троим до того, дорогие нужны, что без них жизнь стала вдвое темнее. Аля озлоблена от горя. Она и без того очень дурно себя чувствует это время, сердце болит, сильно вздыхается, ночи не спит, плохо и без того. Мысли ее крайние, выражения их истеричны, хотя многое верно, но все же это крайне, иногда жестоко и неверно. Что будет с Салей, боюсь за нее. Говорит, что жить хочет, потому что Сашура сказал, что она ему очень нужна. А вдруг? Теперь-то и нельзя, когда захотелось. Да, без мамы и диде легче, чем без Соловьевых. Они давно уже свое сказали. Пятое марта, Петербург. А новая фаза та, что Аля дня три тому назад сказала Адаму у них на обеде на его грубость по поводу Соловьевых. Я к вам больше никогда не приду и не желаю вас видеть. И вскоре после обеда уехала с Сашурой, предварительно сказав, что просит шестого марта ее не поздравлять, потому что не будет праздновать своего рождения. Примечание. Адам Феликсович Кублицкий-Петух. Францу тут же сказала несколько жестоких фраз. Все были поражены и ничего по обыкновению не поняли. Адам говорил, что Аля психически больная. Второе ноября. Петербург. Даже не знаю, с чего начать, так много произошло. Прежде всего, Сашура женился на Любе Менделеевой. Об их любви и не упомянуто мною прошлую зиму не собралась. Да и теперь не хочется об этом писать. Скажу одно. Были сомнения и страхи. Потом удивительная свадьба, полная религиозной и мистической поэзии. Приезд Сережи Соловьева. Подъем духа, успокоение. Здесь первые впечатления этому соответствовали. Но потом опять пошли сомнения и страхи. Она, несомненно, его любит. Но ее вечная женственность, по-видимому, чисто внешняя. Нет ни кротости, ни терпения, ни тишины, ни способности жертвовать. Лень, свои нравия, упрямство, неласковость. Аля прибавляет скудость и заурядность. Я боюсь даже ей сказать, уж не пошлость ли все эти «хочу», «вот еще» и «сладкие пирожки». При всем том, она очень умна, хоть совсем не развита, очень способна, хотя ничем не интересуется, очаровательна, хотя почти некрасива, правдива, прямодушна и сознает свои недостатки. Его любит, и порой у нее бывают порывы раскаяния и нежности калия. Он, уже утомленный страстью и ухаживанием за ней, и ее причудами, и непривычными условиями жизни, и, наконец, темнотой. Она свежа, как нежнейший цветок, он бледен и худ. Опять стал писать стихи, одно время заброшенные, а науками не занимается. Трудно судить, насколько можно на нее влиять. Я еще на это надеюсь. Аля ведет себя удивительно. Любовь к Сашуре ее учит быть мудрой, доброй, правой. С Францем все хорошо. Примечания. Имеются в виду отношения кублицкого пятух к блоку, улучшившиеся после свадьбы. Я люблю Любу, как и Аля. 11 ноября. Петербург. У моих есть новости с ношением с грифом. Альманах московских стихов. Приехал издатель, ему были посланы стихи, очень понравились ему и Бальмонту. Вчера был великий день, суета, волнение, беготня. Люба блистала свежестью и была детски непосредственно и мила, полна оживления. Вообще, Дуся. Дитя было кудрявое и серьезное. Все вместе хорошо и интересно. 1904 год. 4 марта. Петербург. Дети Алины счастливы. Люба сильно изменилась к лучшему. С Сашурой одна нежность и любовь. И с Алей лучше гораздо. 13 августа. Шахматова. Но вот что новое и страшное. Сашура и Люба. Сашура злой, грубый, непримиримый, тяжелый. Его дурные черты вырастают, а хорошие глохнут. Он удивительный поэт, но злоба, деспотизм, жестокость его ужасны. И при этом полное нежелание сдерживаться и стать лучше. Упорно говорит, что это ненужно и что гибель лучше всего. Это не есть дух противоречия относительно Софы, потому что было все еще до ее приезда. Но за год жизни с Любой произошла страшная перемена к худшему. Она не делает его ни счастливее, ни лучше. Наоборот, что то. Она недобрая, самолюбивая. Она необузданная. Алю она так и не полюбила и жестоко к ней. Мне кажется, часто, что это сгладится, что у нее ложный стыд мешает много. Но я боюсь за будущее. Давно ли у него были добрые порывы? А теперь что же это будет? Двадцать шестое сентября. Петербург. Мои маленькие обедали у меня сегодня. Вышло так хорошо, как я не ожидала. Обед удался. Квартиру мою хвалили все. Моя царица каприз сказала. Тетя, переселюсь я к тебе. У тебя тепло, уютно и так далее. Все было хорошо, кроме одного. Попросили поиграть. Я была рада. С волнением села играть Роман Чайковского. Сыграла, конечно, скверно. Ну и услышала. Вещь ужасная. Сочинена отвратительно. Рояль страшно резок и отрывист. При этом все сидели рядом у меня на носу, а Сашура говорит о своем. Потом говорили о цыганских романсах и на мою критику возразили мне, что я очень академична. И боюсь я Али как никого. При ней-то я и играю всего хуже. Шестнадцатый октября. Петербург. После концерта пошли с маленькой, хотели вместе ехать. Глядь, внизу Сашура рядом с современными музыкантами. Примечание. Бикетова и Любовь Дмитриевна Блок были на концерте Зелотти. Современные музыканты, члены кружка «Вечера современной музыки». Конечно, бросаемся к нему. А он говорит, я Семеном Викторовичем. Вот он. Девятнадцатый октября. Петербург. Опять зачастила Кали, потому что нужна ей. Вчера у нее обедала и видела ее страдания и унижения. Дело доходило до крайнего отчаяния. Я забыла дома среди своих мирных занятий и дум мрачную безысходность ее положения. Любина бессердечья, Сашурину злобу порой, Алина глубокое одиночество и страшную обиду. Франц один своей непрестанной нежностью облегчает. Милый мой Франц. Его любовь только и спасает ее. Больше моей. Ушла, как виноватая. По дороге встретила Сашуру и обрадовалась несказанно, поверив в поворот к лучшему. Он и пришел в лучшем настроении и принес ей вести, что ее стихи, которые он давал без ее ведома Тернавцеву, ему очень понравились. Она даже не радовалась, бедняжка. Во-первых, стихи свои считает позорными. Во-вторых, была ошеломлена. Примечание. Речь идет о стихах Кублицкой Пеатух, переданных Валентину Александровичу Тернавцеву, 1866-1940, издававшему букварь для церковно-приходских школ. Смотри, Корсаков, Иванов Разумник, стихи блока для детей, детская литература, 1940 год, номера 11-12. 30 октября. Петербург. Вчера был важный день. Они с детой пришли ко мне и принесли сборник его стихов, изящную книжку в прекрасной обложке с надписью мне. Обедала я у них с Бенедиктином по этому случаю. Но Люба и Аля теперь это хуже всего. 6 ноября. Петербург. Вот Смороцкий, этот смешной, неуклюжий поэт, которого презирал Сашура и со смехом писал на его стихи рецензию. Примечание. Сборник стихов Федора Смороцкого. «Новые мотивы. Санкт-Петербург. 1903 год». Блок рецензировал в журнале «Новый путь» 1904, номер 1. Смотри, пятый том, страницы 530-531. В 1904 году вышла вторая книга стихов Смороцкого «Песни человека». Блок посвятил ему стихотворение «Нежный, у ласковой речки». Второй том, страница 45-я. В этом году он уже написал еще и еще, и заметно лучше. Его начинают признавать. 14 ноября. Петербург. У меня прошлое воскресенье обедали наши и Семен Викторович. Аля пришла в своем коричневом платье и с пушистой прической, по-моему, очаровательная, с тем, чтобы говорить. Ну и говорила. Весь обед и весь вечер они с Семеном Викторовичем спорили и друг друга не понимали. Он ее, конечно, жестоко обидел, как он это умеет. Между прочим, заявил, что Сашурины стихи талантливы, но никуда не годятся по форме. Про книжку сказал. Побаловались в первый раз, а там будет другая книжка, другие паршивее начинали. Я думаю, это педагогия, чтобы не захваливать дету, а кроме того, Али на зло. А может быть и зависть даже. Она просто так поняла. Ведь недаром же Мережковские-то одобряют и Брюсов тоже. Он объясняет это тем, что нужно поддержать своего, но главное то, что говорил он о новом царстве. Она спрашивала новых слов, говоря, что ничего нового от него не слыхала, что все это она уже читала и слыхала раньше, а он из себя выходил, говоря ей, это не во мне, а в вас. Я вам золотые слова говорил, а вы не видите и не слышите. Вы одна из тех счастливиц и так далее. Она даже кричать на нее начала одно время и совсем озлился. Потом утих, она была уничтожена. Это для Али все ново. Она привыкла, что ее все слушают, что она-то уж собаку съела на этих вопросах. А Семен Викторович прямо говорит, какая неопытность, или вы не можете оценить сущности стиху. Ей я говорила потом, что в нас с ней любви больше, чем в нем. Она же в припадке самоуничижения говорила, что это смело, что мы с ней старые, потому его не принимаем. Дети пришли в восторг, хотя Люба ничего не поняла, кажется. Хотя я ей плохо образована, но Аля еще гораздо хуже меня. Она очень невежественна, и это ей сильно мешает. Между прочим, прочтя Мережковского и три разговора Соловьева, она думает, что все узнала, всю истину, что другого, кроме Нирши, не стоит и читать, и принаивно это высказывает. Она людей презирает, я их люблю. И так я люблю людей вообще. А в частности, я их никогда не обижаю, и отдельных умею любить сильно и хорошо. Она любит так одного Сашуру. А маму она обижала жестоко, как я никогда не обижала. 23 ноября, Петербург. И вот я задумала освободить Алю от Любы и по-новому заняться музыкой. Поучила дуэты, и после обеда написала Любе шуточное приглашение и послала с Аннушкой. Она пришла, но такая невеселая, что мое настроение сразу упало. Спросила, почему тетя такая веселая? Мы говорили об этом за обедом. Пели плохо довольно, но я была храбра, несмотря на все, что было обескураживающего. Пришел Сашура, до того мрачной, что Люба, еще стало печальнее. Должно быть, дома у них совсем плохо. Вот завтра узнаю, когда Аля придет. Боюсь, что это будет очень нехорошо, потому что покорный и униженный тон не годится, а более суровый и уверенный тоже. Впрочем, теперь, может быть, ласка всего нужнее. А веселость не выйдет. Они ее спугивают мгновенно. Я только одна у себя и весела. Впрочем, с кем-нибудь другим еще могу, может быть, только не с ними. Печальные и страшные. 30 ноября. Петербург. Семен Викторович Панченко проповедует новое царство. Без семьи, без брака, без быта, с общим достоянием, с отниманием детей семилетних у матерей. Мне кажется, что много правды и новизны в его словах, но холодно будет в его царстве. 1905 год. 12 января. Петербург. С 8 января началась общая забастовка всех фабрик и типографий в Петербурге. Началось чинно, торжественно и религиозно. Рабочие во главе со священником пошли к Зимнему дворцу с Евангелием, крестом и хоругвями. Но в них стреляли. Попали в Евангелие и крест. Со всех сторон рабочие стремились к дворцу, но их не пускали. У нас была большая толпа. Чинная, серьезная, тихая и прекрасная. Примечание. На Петроградской стороне, где жила Бикетова. Франц выступил со своим отрядом в боевой амуниции в 8 часов утра и встал около спасителя. Аля его проводила и пошла по улицам одна. И Сашура пошел один. Она около 11 зашла ко мне, у меня Оля Федорович, и мы пошли все по улицам. Видели толпы рабочих и солдат и слышали издали залп. К счастью, гренадеры пока не стреляли. Франц двое суток провел, не раздеваясь, почти без сна. Много слухов и вранья. Полиция глупа и близорука. Про войну эти дни все забыли. Я, конечно, оставила все свои дела. Каждый день вижусь с Алей. На фоне всего этого Люба, будирующая после нистовых ревнивых сцен, Кина и Зинаида Гиппиус, несочувствующая движению, презирающая рабочих, а главное-то Алю. Примечание. Кин неустановленное лицо. Подробнее смотри «Литературное наследство», том 92, книга 3, страница 631. Или злостно молчит, или прорывается злыми вспышками, как было вчера вечером, когда мы с Олей у них сидели в день моего рождения. Вчера днем вдруг пришла ко мне Аля с нежным бело-розовым букетом, а потом Сашура с Любой с красными тюльпанами. Были веселые и милые, требовали чая, конфет и еды. Все было прекрасно. Аля назвала Любу хулиганкой. Да не один раз, а два. Люба обиделась и ушла с этим. По-моему, это была первая ракета. У них был Недзветский с новым букетом для меня. Пил чай, говорил много интересного, но был самодоволен и очень уж презирал Францию и Россию. После его ухода и пошли разговоры о вреде и пользе фабрик. Она развивала обычную свою теорию о пагубности фабрик, денег и так далее, выказывая обычное же презрение к науке и законам истории и политической экономии. Сашура, обыкновенно говорящий то же самое, был на Любиной стороне. Многое у Али было нелогично и, главное, высказывалась невежественность, но было умно и оригинально, а Любина было все сплошь чужое. Кончилось резкой выходкой Любы в передней при наливайке. Примечание. Денщик Кублицкого и Пятух. Думаю, что дальше было и хуже. Если бы был у них Андрей Белый, он бы поддержал Алю и вообще нашел бы слова, примирившие обе стороны, а Люба не посмела бы говорить резкости. Аля упомянула как авторитет Семена Викторовича, но это было бестактно, потому что Люба его не взлюбила и презирает. 20 января, Петербург. У Али Андрей Белый, милый, умный, талантливый, добрый, но, Боже, до чего утомителен и многословен. Люба ожидает объяснения теории лапант, то есть секты блоковцев, и уже настроена необычайно благожелательно. А я поначалу плохо в это верю. Если это не пойдет далее гносиологии и прочего, то мы немного узнаем. Он так мил с Алей, так ободряет ее своим отношением, что ему можно бы за это простить и блоковцев, но считать его непогрешимым я не могу. Его суждения часто неверные и даже безвкусные. Андреева и цыганские романсы. Примечание. По всей видимости, Бекетова ошиблась, имея в виду основателя оркестра русской народной музыки Андреева. Сваливание в одну кучу всех новых романцев суждений о Штраусе, преувеличенные в восторге перед Дальгейм. Примечание. Певица Мария Александровна Оленина Дальгейм. 1869-1970. Искусству которой Белый посвятил статью певица. Мир искусства. 1902 год. Номер первый. Но все это так понятно Але и Любе. Я даже не спорю. Зачем? 8 февраля. Петербург. Боря Бугаев уехал. Люба парит на крыльях. Ее совсем признали царственно святой, несмотря на злобу. Алю он любит и понимает, но я не верю в его слова. Не верю в такое величие Любы, в несомненность его религии. Семен Викторович повержен прах. Всем-то он не нравится. Боря его чуть не возненавидел. Примечание. Смотри примечание 37. Книги Александр Блок и его мать. А много в нем злобы и ненависти. Примечание имеется в виду Панченко. Но в Любе-то сколько этого, и какое равнодушие, и как с ней трудно, а ведь на нее молиться. Все делает ее женское обаяние. 16 февраля Петербург. Детки были милы, особенно он. Очень хвалили и ели мой пирог и ананас. Но и только другого я никогда уже больше не увижу. Боря у них пророк, больше человека, провидец. Я должна сказать, что Сашура ко мне относится лучше Али. Он меня больше уважает и больше верит в мой вкус и мысль мою, что ли. 28 февраля Петербург. Сегодня пришла вот к чему. Примечание. Фраза относится к Ублицкой Пиатух. Я не мистик. Мне много их непонятно. Я не чувствую конца. Не страдаю от скуки и жизни. Не считаю, что счастье только в зорях, находя эти зори очень аффектированными и часто даже сентиментальными и вообще нередко фальшивыми. Она совсем не признает системы науки, методов воспитания, труда, кроме ручного, не понимает, что искусство, например, требует работы и приобретается все трудом. Ведь, однако же, Боря, говоря о прозоре, изучает философию, поступает уже на второй факультет. Сережа – филолог. Миша был кладезь учености. Где же логика? Примечание. Белый, окончив в 1903 году Московский университет по факультету естественных наук, в 1904 году поступил на историко-филологический факультет того же университета. Соловьев учился на историко-филологическом факультете Московского университета с 1904 года. О круге интересов Михаила Соловьева смотри в «Шахматовской хронике». Боря не понимает Штрауса и новых русских, кроме Чайковского, еще Бородина и Мусоргского не понимает. Меттнера своего раздувает, много совсем не знает, а в старых итальянцах не имеет понятия совсем. Примечание. Композитор Николай Карлович Меттнер. 1879-1951. Надо идти на то, что я очень многого не понимаю и не чувствую, однако Брюсова-то я чувствую не хуже их, и Сашуру тоже. Сологуба понимаю, люблю, Андрея Белого люблю, хотя не так, как они. По-моему, они его раздувают и захваливают. Вот, устала от критики и презрения. 26 апреля. Петербург. Детки беленькие сегодня уехали. Восхитительные. Отношения с Любой сравнительно с прошлой весной так хороши, что даже страшно. 27 июня. Шахматова. Были Боря и Сережа, это было важно. Боря совсем болен духом, озлобленный, еще более нервный. Сережа всех потешал, но многое в нем не понравилось ни одной только Але. Она совершенно его осудила. Если бы не его благодушие, дело бы кончилось ссорой. Но Боря за него рассердился и обидел Алю. Сережа внезапно исчез вечер на целую ночь. Думали, что он заблудился в лесу, искали его, кричали, утром гоняли всех лошадей. Боря узнал в Тараканове, что он в Баблове. Он приехал в три часа и за чаем рассказал свое паломничество. Мистическая необходимость вела его от церкви до церкви в Баблова, а там, налазь собак, вышла Муся со спотом. Он объяснил ей, что заблудился, гуляя. Она привела его в дом и так далее. Все это он рассказывал шутками, как всегда, но делал из этого нечто похожее на странствие в пустыне Владимира Соловьева, только еще важнее. Закончил тем, что иначе поступить было нельзя. Даже если бы все мы умерли от беспокойства. Алю, без того измученную, это взорвало, и она крикнула, что он дьявол и соблазн, и ушла. Ты ничего не понимаешь, ты говорила глупости, тетя Аля, — говорил потом Сережа. Аля говорила, что все это игра, что Сережа совершенно здоров и уравновешен. Боря сказал, что если бы она была мужчиной, он бы вызвал ее за это на дуэль. На другой день уехал скорее, чем было положено, причем передал Любе через Сережу записку с признанием в любви. Люба сказала это Али. Не знаю, сказала ли Сашуре. Неужели? Едва ли. Да, нет. На прощание Боря сказал Али, я вас ужасно люблю, а-а. Сережа был, как ни в чем не бывало, и еще приедет. Аля думает, что Боря на отношение к ней совершенно изменилась. Да и Сережина тоже. Ей очень тяжела перемена в Боре. Пятое августа. Шахматово. Сегодня умер Пик. Сашура рыл могилу, ему устроил сверху камень от флигеля и дубовый венок. Пик обожал Дидю, а потом Сашуру. Четырнадцатое августа. Шахматово. Аля больная и не владеет собой. Люба жестокая, недобрая и грубая. Сашура часто жесток и парадоксален отчаянно. Они с Любой красиво живут, но эгоисты отчаянные и холодно с ними, особенно с Любой. Каба Аля была здоровее и не так невежественна. Каба Сашура был менее исключителен и жесток, а Люба была чуточку подобрее. Двадцатое августа. Шахматово. Боря уже объявил мир, написав Але хорошее письмо. Я счастлива. Дети уезжают на днях. Второе октября. Петербург. Играю, занимаюсь гармонией, читаю. Попалась мне история философии Фулье, подаренная мне Сашурой. Примечание. Фулье. История философии. 1875 год. С Любой уже нехорошо. Была тяжелая история. Аля страдает безвинно. Опять Люба злая. Сашуренька. Добренький, но только не Софой. Восемнадцатое октября. Петербург. У них не весело. Аля, больная, с жемчужно тусклыми глазами, с головной болью, печальная. Деточка. Еще не оправился от Бориного письма. Люба уже хмурится. Примечание. Письмо 13 октября 1905 года. Блок и Белый. Переписка. Москва. 1940. Страница. 155. 157. Поговорили мы с Алей. Оказывается, что Семен Викторович все-таки понравился, что его хотят у меня видеть в следующий раз. В этот раз он всех покорил. Ну, слава Богу. Хорошо, что я его разыскала и позвала. Теперь хорошая минута, потому что Боря только что сильно проштрафился, написав Сашуре ругательное послание с высоты своей пророческой власти. Все, то есть Аля и Люба, возмущены. Одна детка написал смиренное письмо и только огорчился. Примечание. Письмо от 15 октября 1905 года, том 8, страница 137-141. Боря выражается так. Что ты делаешь? Готовишь избирательные списки? Говоришь речи? И так далее. Когда мы с Сережей обливались кровью от страданий, ты... Ну, что-то вроде того, что ленился. Ты кифуешь за чашкой чая. Каков мальчишка! Люба назвала его свиньей, но избранить письменно не решилась, очевидно, боясь потерять свой престиж. Что же сделал Боря и в особенности Сережа? Они обливались кровью, какова чепуха. Уж Сашур-то скорее же обливался, но он не толкует о своих страданиях и ощущенницах, как делают блоковцы. И Сережа и Боря в этом отношении страшно нецеломудренны. Семен Викторович со своим цинизмом бесконечно целомудреннее их. Пышнословы, болтуны, клоуны, сколько в них фальши. Но я не смела этого говорить про Борю. Нашли провидца. Верит тетя Саша, принимая ее за чистую монету, а про Семена Викторовича сказал, что он может только продавать рояли, а не композиторствовать. Приписывает Сереже, восклицательный знак, какие-то страдания и не видит его фальши и сухостей. Все это было бы очень приятно, но зачем же все провозглашают его пророком, и сам он это делает? Отношение к Любе, конечно, тоже часто совершенно неверное. Ну да, это понятно. А ведь Алю как смело обидеть дреной мальчишка. Ух, хотела бы я, чтобы Люба его избранила и изобидела. Насчет Дункан они все, конечно, вздор говорят. Вспоминали еще сегодня ее смотрение на Луну во время первой части сонаты и ее гимнастические упражнения перед рампой, даже некрасивые во время аллегретто. Это мировая жизнь, танцующая о будущем и идущая за пределы музыки. Относительно Дальгейм тоже чепуха, конечно, и Борина статья тоже. Примечание. Статья певица. Мир искусства. 1902 год. Номер 11. 25 октября. Петербург. Все толкуют о прелестях вечного Бори. Ох уж мне эти прелести! В значительной мере они дутые. Эти молитвы с Мережковскими. Этот черный крест, носимый Бори при всем честном народе. И потом также разорванный. Его Филиппки против Али и Сашуры. Кто же тогда сам-то он? Сережа поставлен выше их. Неразборчиво. Какое заблуждение и близорукость. Сережа и Люба превыше Али и Сашуры. Ну, пусть. Бог с ним. Не буду сердиться. 28 октября. Петербург. Боря написал Любе письмо, которое она хотела послать нераспечатанным. Жаль, может быть, ей Сашура помешал. Он в ужасе от крови и алого гроба умоляет Любу спасти Россию и его. Словом, вздор и бред. Она написала, что пока он не откажется от лжи, которая в письме его к Сашуре, она от него отступается, и чтобы он помнил, что она всегда с Сашурой. Молодец! Белая шейка с золотыми волнами волос. Примечание. Письмо Белого неизвестно. Ответ. Любови Дмитриевны Блок. Литературное наследство. Том 92. Книга 3. Страница 231. Письмо Белого к Блоку. От 13 октября. 1 ноября. Петербург. После трех дней итальянской забастовки я пошла к Але и встретила ее на дороге, идущую к тете Соне. Я проводила ее до конки, узнала много нового. Получено письмо от Бори. Он разрывает с Любой самым резким образом, упоминает, что был в нее влюблен. И это уже указывало на то, что все, что было не то, а теперь, значит, нет религии, нет мистики и так далее, если она его не принимает и не отказывается от Сашуры, другими словами. У Али был по этому случаю сердечный припадок, Сашура в отчаянии, а Люба все приняла спокойно. Если случится что-либо страшное, то есть Боря сойдет с ума или убьется, будет очень тяжко, но нельзя же ради этого позволять ему поносить Сашуру. И не может же Люба ради культа блоковцев это терпеть. Боря совершенно прав, признавая свою влюбленность несовместимой с чистым религиозным культом. Я-то всегда чувствовала и знала, что все эти пышные речи и мысли основаны только на любенном женском обаянии. Обаяние это исключительно. Боря поэт и не совсем нормален. Ну, это и приняло такие чудовищные размеры. «Отношение же его к Сашуре для меня не ясно, что ему от него нужно, ведь христианство он отвергает, дети тоже, что же тогда, и почему прав Сережа, темно это. Все, во всяком случае, очень важно не мистически, а фактически. Важно в смысле оценки Бори как пророка. Ведь он все основывал на Любе, а теперь ведь все здание разлетело, и что же осталось? Это, впрочем, не совсем фактическая точка зрения. Но что же Аля и Сашура, лишенные Бори и Сережи, особенно Бори? Примечание. Запись фиксирует важный момент взаимоотношений блока Белого и Соловьева, распад тройственного союза, отпадение от него Соловьева. Предоставляя свободу общений с Сергеем Михайловичем и Александром Александровичем и Любовью Дмитриевну, подчеркнули, они не приемлют его. Эпопея 1922, номер 2, страница 274. 2 ноября Петербург ночью. Боря уже перейден, никто не плачется. Аля сказала, что он часто ошибается и совсем не то, что она думала. Ура! Только бы он уцелел, глупый мальчик. 7 ноября Петербург. Еще новость. Боря написал Сашуре покаянное письмо. Все берет назад. А Любе прислал подаренные ею цветы лилии, повитые черным крепом. Примечание. Письмо от 30 октября 1905 года. Блок и Белый. Переписка. Москва. 1940. Страница 160. Красиво. Люба сожгла их в печке, не сморгнув. Аля превозносит ее любовь к Сашуре, а я поставила ей на вид, что это так понятно. Она говорила, что не могла бы так любить. Я сказала, что я-то могла, и говорила, что и она бы так любила выбранного ею. Но это, в сущности, может быть неправда. Разве она так любила? Кокетничал направо и налево во время этой любви. Это ли любовь истинная? Боря, очевидно, опомнился и уцелел. Аля продолжает считать его симфонии пророческими. 21 ноября. Петербург. Ужас пришел. Сейчас я от Али. Застаю ее одну в гостиной на Атаманке. Говорит мне, иди домой, те барышни не придут, там эти змееныши Менделеевы. Лицо бледное, все перекоренное мукой. Я не ушла. Расспросила, в чем дело. Вчера, когда она пришла от меня домой, ее Люба обидела. Аля пришла к ней и говорит, что страшно у них. Венчальные свечи горели перед образом, который страшный. Аля находит, что это дьявольщина. Люба за эти слова ее упрекала долго и строго. Она слушала, потом оправдывалась, наконец ушла к себе. Люба ее вызвала и пробовала холодно поправлять дело, сказав, «Я не хочу с вами ссориться». Ничего не вышло. Аля сегодня мучилась целый день. Мне говорила, что жизнь ее безобразна и унизительна, и никому не нужна, что не убить ее дурно, потому что это для нее было бы благодеяние, что Сашура без нее хорошо обойдется, Францева жизнь ничем не хороша, а мне без нее будет лучше. Рассказала мне, как турок с вывалившимися внутренностями просил его расстрелять, а ему дали пить, и от этого стало только хуже, и что она — этот турок. Говорила, что мы с Францем смотрим на ее желание умереть, как на больную блажь. А у Любы уже была истерика, и Сашура рыдал. Аля слышала, а может быть, ей это казалось. А когда ушли сестра и брат, они ушли к себе, и начались жалобные Любиной речи и Сашуриной ответы. Не зная, чем это кончится, за чаем Люба смотрела угрюмо. 22 ноября, Петербург. Слава вышних Богу и на земле мир! Сегодня Аля и Люба объяснились и помирились. Малышка сама пришла разговаривать и кончилась, сделая ее слезами и Алиными поцелуями. 1 декабря, Петербург. Воскресенье — вечер современной музыки. Прислал Семен Викторович нам всем контрамарки и письмо мне. Всех просил быть, мы пошли. Очень он был этим доволен и ходил главным образом за Алей. Мне кажется, что после Сашуры она для него всех важнее. Детка милая, работает много. Соколов его пригласил в Золотой Руно и вообще зовут в разные журналы и места. 3 декабря, Петербург. Вчера прихожу к нашим, ждут Борю Бугаева. Только что приехал, ужинал у Палкина с Сашурой и Любой. Пришел. Первые минуты был очень натянут. Потом обошлось. Сидели до 12 с половиной часов ночи. Говорили много. Весь чай про Сережу. Было опасно, но обошлось. Выяснилось окончательно его исключительную любовь к Сереже и полное к нему пристрастие. При беспощадной строгости к остальным. В Москве нет людей, кроме Сережи. Во всей Москве все никуда не годятся. Ведь только что было почти то же про Сашуру и Любу говорено. Теперь возврат к Сашуре. О Боре не хотят говорить, обиженные его несправедливостью. А может быть и по-другому. А уж не спускается ли он с недосягаемых высот? Деточка был восхитительно мил и добр и говорил за маму. Маленькая молчала и цвела рядом со мной, пышно цвела. Боря высказал большую сухость. 6 декабря, Петербург. Семен Викторович запоздал к обеду, и вдруг явился Боря. Аля на седьмом небе вся дрожит и чуть не плачет от радости. Ушли оба рано, почти в одно время. Боря говорил обычным языком, хотя без философских терминов, к счастью. Аля сказал, что вдруг перестал на нее сердиться, и ей напишет подробно, что теперь об этом всем думает. То есть об ее отношении к Сереже и прочем, был разговор в пятницу. Семен Викторович говорил что-то скучное с Францем за обедом, и временами прислушивался к Боряному бреду, который был иногда очень красив. Потом заговорили об алаганчике и так далее. Детка в это время сидел на ковре, обернувшись к Боре. Его кудрявая головенка была до того невинной и прекрасна, что Семен Викторович, очевидно, не выдержал, и, обернувшись вдруг, наклонился к нему и, погладив его по кудрям, тихонько сказал, вы самый милый, самый хороший. Аля не поняла его движение, а я отлично поняла. Сравнив его с Борянными трудными речами, довольно-таки самомнительными, и с Бориной лысеющей головой демона, с характерными взлызами и острыми глазами под косыми бровями, он особенно пленился его несравненной красотой и детским невинным и добрым взглядом. До чего он был хорош в этот вечер. Давно такой не был. Это после ванны. Личко прозовело, а кудри пушистые, до того пышно вели, что нельзя было их не тронуть. А они говорили, что Боря похож на Любу. Я с негодованием не соглашалась, и Семен Викторович тоже протестовал. 16 декабря, Петербург. Он ужасно томительно тяжел, и они находят его легким. Примечание имеется в виду Андрей Белый. Аля говорит, что он похож весьма на Любу. Это с ее-то трезвостью, молчаливостью, спокойствием и его гомерической нервной болтливостью и залезанием в империи. Я уж молчу на все это, до того мне чужда эта точка зрения. Чего-то я и тут не понимаю, и мне действительно кажется, как говорит Аля, что это все вздор. Много, ужасно много, по-моему, вздору и крайностей, которые все отпадут, как многое уже отпало. Ведь, небось, не нравилось Але все вывезенное из Москвы в первую поездку Сашуры и Любы. Сам Боря писал сатиру на крайности мистицизма. А теперь что же говорит? То была сказка демократа, а теперь Люба и спасение мира через нее. До чего глупы мне кажутся эти вечные вопросы к ней, и то значение, которое он придает ее ответам. Ну, умна она, ну, мудра. Но ведь не развита-то как. 30 декабря, Петербург. Устала я, верно, что ли, от людей и от музыки? Все это улеглось от одного разговора с Алей вечером 24-го после елки, на которую меня позвали детки. Пришел обедать позванный Алей Семен Викторович, которого все особенно радостно встретили. А после обеда я подошла в гостиной к Семену Викторовичу и заговорила с ним об его сонатах. Разумеется, не успели мы с ним сговориться, как нас перебила Аля, и разговор этот оборвался. Но зато немного спустя я тихонько сказала ему, а что вы думаете о цыганских романсах? Вот они считают, что они чуть не выше Бетховена. Семен Викторович так и взвился. Произошел взрыв и перепалка. Малютка в белом платье кричала, абсурд, абсурд, вы бы лучше уж в этом не признавались. Аля потемнела и бросила на меня злые взгляды, А ему бросила обвинение в нечистоте, как и Люба. Сашура говорил загадочные фразы а-ля Боря. «Цыганский романс — это мармеладов, ночующий на барке» и так далее. Ежеминутно слышалось «Боря говорит, Боря думает». Я кричала, что цыганский романс — это площадная пошлость. Аля кричала «Несчастные вы, академисты, около вас вырастает свежий куст, и вы его не увидите». Словом, канонада. «После чая мирно я позвала их всех к себе вечером двадцать восьмого. Это значит, будет елка?» — сказал Семен Викторович. Восклицание и эффект. Малые запоздали явились. Он в кофточке, она в белом платье, золотая и нежная, сияя свежестью, веселый, с интересом. Он шаловливый, требует подарков. Пошли прямо в столовую. Тогда я всех туда прогнала, заперла дверь, разложила подарки, и мы с Аннушкой зажгли елку. То есть она зажигала, я смотрела. Я открыла дверь и всех позвала. Все вышло отлично. Детка сразу бросился к подаркам, остальные смотрели на елку. Примечание. Среди подарков были сочинения Данте и Бокаччо. Очевидно, библиотека. Выпуск третий, страницы 38-51. Ну, дети тем временем смотрели свои подарки. Маленькая и елку. Детка шалил. Подарки обоим очень понравились. Много было возгласов, шалости, беготни и прочего. Ну, ели, грызли, пили, курили, решали какие-то задачи, фокусы. Франц раскладывал бесконечные пасьянцы. Разошлись около двух. 1906 год. 6 января Петербург. Пришли Аля с головной болью. Франц, немного погодя. Маленькие. Обед был хороший. Маленькие были удивительно милые и простые. Сообщили Семену Викторовичу. А мы заказали сюртук. Потом его упросили сыграть что-нибудь свое. Он вдруг согласился, сел за рояль пред огорающей елки и столь нежно играл и пел, что все были очарованы. Детка говорил, ах, как хорошо, Люба и Аля, мне ужасно нравится. Потом пили чай и говорили о семье, о том, что не надо жить с семьями, не живите с семьями. Ах, как много тут было сказано умной правды и права без всякой грязи. Ушли около часу. 11 января, Петербург. Вчера поехала на великий праздник в оперу «Золото Рейна». Приехала рано. Там уже были наши. Сразу нашла их и радостно и села на место. Ложа была, праздничный театр, праздничные люди тоже. Сашура и Люба были прекрасны. 17 января, Петербург. Третьего дня была я у наших, обедала и пила чай. Потом детка читал стихи и шалил. Потом пришел городецкий. И разговоры о Вагнере и опять стихи. 26 января, Петербург. Было днем у наших, читали удивительный балаганчик, новую пьесу «Сашуры» для факелов. Красота и новизна, и богатство фантазии поразительные. Тоже сказал накануне сам Брюсов, но местами надо бы форму исправить. Примечание. Балаганчик был задуман блоком для неосуществившегося театра факелы. Впоследствии это название перешло к альманахам, оплоту мистического анархизма. О балаганчике Брюсов писал в заметке вехи 4, весы 1906, номер 5. В воскресенье была у наших, там обедали Марий и Семен Викторович. Во время чая пришел Боря от Мережковских. Накануне на лекции состоялось знакомство Любы с З.Н. и Дмитрием Сергеевичем Мережковскими, а в воскресенье они с Сашурой уже у них были, и Люба очень понравилась. Общая радость и моя тоже Боря пришел об этом поговорить. Мережковские хорошо говорили о Любе. Я ужасно полюбил Дмитрия Сергеевича, я ужасно люблю Зинаиду Николаевну, восклицал Боря. Мне было отчаянно неловко всех этих излияний при Семене Викторовиче, да и ему было должно быть не по себе. Примечание. Мари, Мари Кун была гувернанткой двоюродных братьев Блока, принимала участие в домашних спектаклях в доме Бекетовых. 7 марта, Петербург. Вчера было Алина рождение, ее засыпали цветами, пришли свои, два раза был Боря, второй раз принес белую азалию, дети подарили тарелки с розами, все это хорошо, шоколад, веселая молодость, но Аля была не очень довольна. Ей не нравится Любина поведение, она подражает Зинаиде Николаевне, курит, приняла залихватский тон. Боря совсем в нее влюблен, не знаю уж, чем это кончится. Аля долго отрицала опасную дурную сторону этого, говорила, что Сашура светил, что ничего и прочее, а вчера она мне рассказала, что у Любы постоянно виноватый вид, а Сашура, очевидно, сделал ей сцену ревности. Она истерично хохотала и не пошла к Боре, как собиралась. Я не возражаю и не настаиваю, но отлично все вижу и понимаю. Такие же они люди, как все, и все это чепуха. Мне вчера было не по себе у них. Ох, какая разница с прошлым годом. Девятнадцатое марта, Петербург. Вчера у меня опять обедал Семен Викторович, и в девять часов с ним пошли к нашим. У наших было двое Ивановых с молоденькой женой, одного из них, и Гюнтер, поэт-немец из Метавы, переводчик Сашуриных и иных русских стихов. После чая Франц ушел к Алле. Все перешли в гостиную, и Гюнтер читал много своих стихов и переводов. Девятое апреля, Петербург. У Али была сегодня. Интересно, как идут события. Отношение к Боре совершенно поколеблено, и Любу не считают ни мировой, ни священной. Боря уже не архангел с мечом, не непогрешимый, а безумно влюбленный и очень жестокий мальчик, тупо внимающий каждому слову Любы. Сашура ревнует. Люба рвет и мечет из-за того, что не помешали ей видеться с Борей. Напротив того Аля перечитывает письма Семена Викторовича к Сашуре и говорит о нем с нежностью. По выдержкам письма эти действительно прекрасны и красивы, и полны нежной любви к Сашуре, и умны, и метки, и нет в них чуши и фраз. Пятнадцатый апреля. Поздно. Петербург. Прихожу, узнаю от наливайки, что у Али болит голова. Спрашиваю, что экзамен. Мне отвечает Люба. Весьма. Примечание. В эти дни Блок сдавал государственные экзамены в университете. Двадцать пятого апреля он писал отцу. Я с трудом опомнился от экзамена и пока отдыхаю. Письма к родным. Том 1, 153 страница. Радуюсь, поздравляю. Вхожу в Сашурин кабинетик. Его нет. Там Пестовский с Любой вдвоем. Примечание. Пестовский. Настоящая фамилия Пяста. Аля приходит, идет в столовую. Она ужасно страдающая, в платке и злая-призлая. Она мне рассказывает все и, между прочим, про Борю. Написал длинное письмо Сашуре, где сказано, между прочим, один из нас должен погибнуть. Я увижу ее, живую или мертвую. Кто думает, что это только влюбленность, тот ничего не понимает. Вывертый. Аля говорит, влюбился, как сумасшедший. Что-то сделает Люба и что-то будет дальше. 17 апреля. Петербург. Вчера Аля заходила ко мне, гуляли вместе. Рассказала мне про Борю. Явился вчера жалкий и общипанный. Было с Сашурой очень натянуто. А Люба спокойна. 25 апреля. Петербург. Боря на будущий год здесь поселяется. Бог с ним. 31 апреля. Петербург. Аля худеет и сидеет с каждым днем. Говорила, что они с Сашурой бледнее от умиления. Читают о Думе. А она с Францем спорит отчаянно. Примечание. Первая Государственная Дума открылась 26 апреля 1906 года. Первая мая вечером. Петербург. Аля говорила про нее, что они с Сашурой вдруг перестали верить в Борину силу, что этот красивый волчок вдруг упал на сторону и поет все одно и то же. Предсказание Семена Викторовича начинает сбываться. Сашура даже не простился с Борей и не имеет никакой потребности с ним говорить. Последняя Борина в статье не понравилась никому из них, а, вероятно, она не хуже других. Примечание. Какая именно статья имеется в виду, точно неизвестно. Скорее всего, венец Лавровый. Золотое руно 1906 номер 5. Люба одна еще держится за своего поклонника и бережет его душу. Что обязалась сделать? Глупенькая воображает, что помогает ему. Ну да, помогает сильнее влюбляться и окончательно гибнуть. Что же будет на будущий год? 24 мая. Шахматова. Аля говорила мне сегодня со слов Сашуры. В наше время ангелам не на что радоваться. Это время черта. Зелено-лиловое. Врубель. Все демоническое. Музыка, литература, живопись. Самые лучшие люди, мерзавцы и эгоисты. Сам Сашура или сама. Больной Борис сказал в бреду, что Чайковский, колдун, и все они ему поверили. 25 мая. Шахматова. Между прочим, выяснилось окончательно, что она пригласила его в Шахматово только потому, что думала, что этого хочет Сашура. Примечание. Речь идет о приглашении Панченко. Потом оказалось, что Сашура этого страшно не хочет. Сознала, что его зовут. Они часто из жалости, чтобы его покормить. И зачем это я их познакомила? 2 июня Шахматова. Как трудно мне с обеими сестрами. И как бы хорошо было пожить врозь с обеими. Софа, убога до удивительности, ничего не знает, не подозревает даже о возможности выглянуть за пределы своего мира. А мир этот, о, боже мой, не развита, как бедна. Аля же, яркая, интересная. Аля до чего беспорядочная, невежественная, несистематична. И какой трудный демонический характер, да еще и ненормальность. И Сашура тоже. Трудно с ними. 5 июня Шахматова. Все внутри вскипает от многого-многого, что они говорят. Софины, мнение о либералах, о думе и прочем. А с другой стороны, Арина отношение к крестьянам, к прислуге. Разговоры о Боге и Антихристе, о конце, о последнем, о Любе, много еще. Все это мне ужасно тяжело слушать. А о музыке? А о любви и жалости? Как насмешливо стали относиться ко мне и Саша, и Люба. Что делать? Надо терпеть и таить в душе обиду. Насколько Аля и Саша нежнее крабу. Они в самом деле любят его больше меня. 12 июня Шахматова. Говорили о браке. Аля выдала меня с головой тети Сони. Пошли охи и ахи, и начался длинный спор. Мы с Алей были против остальных. Сашура тоже был скорее за нас. Люба страшно волновалась. Софа негодовала, как всегда бывает. Аля говорила, что оно как будто и то же, что она говорит. Да музыка не та, что-то чужое. И Сашура тоже сказал. Аля явно опять намекала, что все это не мое, а Софа тоже, очевидно, думала. Эти намеки я часто слышу и чувствую. Примечание. Намеки на то, что идеи исходят от Панченко. 22 июня Шахматова. Скучно мне, скучно с ними. Кажется, они этого не видят. Слава Богу. За исключением смешных разговоров, когда нас смешит Сашура, все почти скучно. Приедут их милые гости, и опять будет тоже Антихрист, Христос, Черт, Андрей Белый, мистические моменты, знания, ох, надоели. 27 июня. Шахматова. Люба сообщила, что Боря издает все симфонии с посвящением ей, сестре и другу, Любови Дмитриевне Блок. Каково кривляние и фальшь? Я сказала, возбуждаю иск против хронологической неточности. Когда были написаны первые симфонии, об сестре и друге не было и помину. Примечание. Симфонии Белого писались в 1900-1902 годах. Первые две были изданы в 1902 и 1903 годах. Аля начала. В душе моей сначала мира и прочее, я сказала, едва ли это образ сестры и друга мог быть запечатлен с начала мира. Тут коренная неточность. Каково ехидство, сказала Аля. Люба вспыхнула. Как тебя не любит Боря? Это даже удивительно. Четвертое июля Шахматова. Ушла от них, потому что не могу с ними говорить. Чужды мне все их взгляды, их мистицизм, их отношение к жизни. Мне кажется, все это глубоко фальшивым. Особенно странные все эти речи в устах Любы. Она переняла всю условную терминологию, будто бы все это ей вполне понятно. Зелено-лиловое время. Недотыкомка. И прочее. Тринадцатый июля Шахматова получила от лавочника русское слово. И то, слава богу, масса интересных подробностей, примечания, подробности распуска Первой Думы. К счастью, Аля и Сашура, наконец, заинтересованы. Не Люба, конечно. Она получила моденвелт и письмо от Бори. Мир моды. Первое августа, Шахматова. Сашура говорит о величии социализма и падении декаденства, в смысле ненужности, за общественность, за любовь к ближним, до чего мы дожили. Седьмое августа, Шахматова. Много чего надо записать. Во-первых, чужие дела. Завтра Сашура едет с Любой в Москву по делам своей книги, но главное — объясняться с Борей. Дела дошли до того, что этот несчастный, потеряв всякую меру и смысл, пишет Любе вороха писем и грозит каким-то мщением, если она не позволит ему жить в Петербурге и видеться. С каждой почтой получается десяток страниц его чепухи, которую Люба принимала всерьез. Сегодня же пришли обрывки бумаги в отдельных конвертах с угрозами. Решили ехать для решительного объяснения. Аля страшно боится, что он будет стрелять в Сашуру. «Завтра предстоит тяжелый день ожидания до поздней ночи. Хорошо, что я все-таки с ней». Они оба уверяют, что все кончится вздором, смеются и шутят. Люба в восторге от интересного приключения. Ни малейшей жалости к Боре нет. Интересно то, что Сашура относится к нему с презрением, Аля с антипатией, Люба с насмешкой и ни у кого не осталось прежнего. Все не верят в его великую силу. Аля все еще повторяет его слова, считает его человеком необыкновенного ума и талантов. Странно мне это слышать, но перемена все же большая и теперь. Аля сама вспоминает пророчество Семена Викторовича насчет того, что перестанут любить Андрея Белого. Отношение Семена Викторовича и мое целиком принимается, однако за ревность. В голову не приходит то, как можно смотреть на Боре накривляние, глупости и вычуры, и как невыносимо досадно смотреть на восторги по поводу всего этого. Вот, однако, до чего довела Люба свою тщеславную и опасную игру в дружбу и сродство душ с отчаянно влюбленным молодым поэтом. «Гибели его она не боится, она ей не страшна. Она сильная, и все в будущем», — говорит Аля. «Хороша сила. Думала ли я», — говорила сегодня Аля, — «что дойдет до этого. А я считала Любу такой мудрой и верной». 8 августа. Шахматово. Саша с Любой вернулись из Москвы. Все благополучно. Виделись с Борей, поговорили пять минут, поссорились, разошлись, но он не намерен прекращать сношение и не верит в то, что Люба к нему изменилась. Саша взял из Скорпиона свое посвящение Боре в новом сборнике стихов «Примечание». 9 августа 2006 года Блок написал Белому. «Сборник. Нечаянная радость. Я хотел посвятить тебе, как прошедшее. Теперь это было бы ложью, потому что я перестал понимать тебя. Только потому не посвящаю тебе этой книги». Том 8, 160-я страница. Слава Богу. Разумеется, выйдет сплетня. Боря был, как всегда, безвкусен до крайности общего мнения. Люба думала, что я буду злорадствовать. Не понимают они меня. Еще одно. Приписываемая Сереже статья, то есть рассказ о золотом руне, не его. А ведь, как утверждала Люба, и Аля верила, все это заставляет меня только лучше относиться к Любе. 24 августа. Петербург. «Была у наших, только что вернулась. О, сколько важного произошло без меня. Главное то, что дети решили отделиться и зажить самостоятельно. Началось это еще в шахматове. А сегодня, по приезде их, Люба смотрела уже первые квартиры, и при мне решено окончательно, что они уходят. О, как жаль было Алю. Как робко она просила их остаться. Какой это удар для нее. Хоть и знает она, что так надо. Но скрепилась и решила все принять бодро. Детка был удивителен, мягкий, добрый и вместе мужественный. Как он вырос нравственно за это время. Говорит, что все больше склоняется к социализму, а если останется, облениться и все пойдет прахом. Любе не хочется. Жаль комфорта, баловства и беззаботности. Но идет за ним, конечно. Франц жалеет, что уходит. Это главное. А еще Боря вызвал Сашу на дуэль. Посылал секунданта в шахматово. О, глупый. Конечно, дуэли не было. Секунданта Кобылинского сначала Люба отчитала. Потом с ним оба страшно подружились. И Боря уже прислал покаянное письмо. Примечание. Смотри об этом эпизоде. «Орлов. Пути и судьбы. Ленинград. 1971 год. Страницы 698-699». Покаянное письмо Белого от 23 августа. Блок и Белый. Переписка. Страница 179. Еще третье. Сережа женится на крестьянке. Поссорился с бабушкой и со всеми своими. И революционер. Вот они как хватают, молодые-то наши. Борю Саша мягко и великодушно защищает. А Аля бронит дрянью, тряпкой, лгуном и прочим. 21 октября. Петербург. Какие новости? Сначала про Алю и Сашу. Люба в дурной полосе. Не любит, когда к ним приходит Аля. А недавно при мне очень ее обидела. Был длинный, тяжелый и ненужный разговор, в котором Аля по обыкновению унижалась. Требовала любви и доверия там, где этого нет. Странная это у нее манера. Дело в том, что Боря Бугаев уехал в Мюнхен по любинному желанию. Предварительно видевшись с ними здесь и наделав массу глупых и несимпатичных вещей, грозил убиться, но не убился. Она разрешила это, выбрав вместо отъезда. Он, однако, сам предпочел уехать. Напечатал в руне фантастическое нечто, куст, изображающее прекрасную огородникову дочку с ведьмовскими глазами, зеленым золотом волос и прочим, которую насильственно держит дьявольский царь, прячущий ее от Иванушки-дурачка, а она-то его, Иванова душа и так далее. Примечание. Золотое руно, 1906 год, номера 7 и 9. Потом куст уже является в качестве красивого мужчины, с синим пятном на щеке и так далее. Этот бессильный пасквиль взбесил и разволновал Алю. Люба не гугу ей, а сама, оказывается, написала Боре, что не желает больше иметь с ним дело. Он ответил, перевернувшись на каблучке, что не имел в виду ни ее, ни Сашу, так как куст его царственный, а Сашу он очень уважает и ценит и так далее. Словом, Люба как бы разорвала с ним. Аля упрекала ее в том, что она ей ничего не сказала, не захотела ее успокоить, а та говорила, а вы зачем не поверили, а зачем вы меня в копья приняли и так далее. Разумеется, Аля была посрамлена, а она, по своему мнению, возвеличена. Удивительно ко всему этому относится Саша, без всякого раздражения. Только Борина болтовня и кривляни ему надоели. Ну, он-то великодушен и крупен необычайно. Ее же я считаю довольно обычной, тщеславной и самолюбивой женщиной, но исключительно здоровой, страстной и обаятельной, а также способной, не интеллигентной, а именно способной. И недобрая она, и жестокая, ух, какая! Ну, довольна с ней. Саша написал драму «Король на площади». Нам с Алей она не нравится, а молодежь от нее в восторге. Еще событие. Ее читали в клубе Комиссаржевской, и она произвела бурю. Актеры восхищаются, литераторы не только критикуют, но шипят и злобствуют. По-моему, драма наивна, не выдержана, идея скомкана, конец никуда не годится и не мотивирован, а подробности прекрасны. Но успеху я несказанно рада. Брюсов, Соколов и Руно просят драму на перерыв. Примечание. Брюсов как редактор журнала «Весы», Соколов как редактор готовившегося к изданию журнала, впоследствии получившего название «Перевал», а также редакции журнала «Золотое Руно». Какой-то итог успехов Любы. Была мила с актерами и до дерзости неприятно с литераторами. Все это мне рассказала Аля на днях, когда я провела у нее от пяти до одиннадцати. Сама она боится сойти с ума, говорит, что ее стережет безумие и описывает страшные и тревожащие состояния своего духа, то есть, вернее, рассудка. И я за нее боюсь. А Франц, который с полком на охране в Кронштадте впервые распоряжался заочно расстрелом политических преступников и вернулся, совершенно потрясенный, с другим лицом, другими чувствами, мыслями и словами. Это трагично, но сближает его с Алей. Вот сколько нового у них. Прервал меня звонок и письмо Семена Викторовича. Письмо очень замечательное. Все сплошь о Саше и о том, что художнику надо писать и творить для всех, что это гибель, что он не проявляет себя и довольна. Первое ноября. Петербург. Вчера мне было очень приятно и интересно у Али. Саша читал стихи, понравилась очень незнакомка, одобрены разные чертенята. Двадцать девятый ноября. Петербург. Была у Али третьего дня. Были дети и Франц. В виде особого развлечения. Хорошенькая такса, которую принесла Люба. Пришел еще городецкий. Я смертельно устала и под конец совсем загрустила. На силу досидел до одиннадцати часов. Несмотря на всю свою утонченность, они меня не удовлетворяют. Я страдала от их скачков, от их жестокой нетерпимости, безапелляционности, односторонности и невежественности. Боря прислал скверные стихи Саши и обоим два безвкусных портрета. Едет в Париж к Мережковским. Саша едет в Москву на жюри в Руно или Перевал. Примечание. Блок был членом по литературному отделу жюри конкурса «Дьявол», проводившегося редакцией журнала «Золотое Руно». Описание работы жюри «Смотри литературное наследство», том 85, страница 687-688. 25 декабря, Петербург. Праздники наступили. Вчера у Софы пили чай с елкой. Аля сидела с Розановым. Тот завел с ней разговоры об анархизме и религии. Очень умен и многое знает с другой стороны. Катя Бикетова глумилась, то есть, главным образом, насмешничала. Адам грубо врывался с пошлостями, пытаясь прекратить этот неуместный разговор. Аля доверчиво пошла на удочку Розанова и совершенно высказалась, принимая его за своего. А говорит, что понимает людей, а я не понимаю и доверчиво. Бывает и обратное. Аля рассказывал интересные вещи про Семенова. Тот вернулся из тюрьмы временно, очень горд и надменен. Думает, что правы одни социал-демократы и презирает поэтов. Признает только Андрея Белого. 29 декабря, Петербург. Вчера была на генеральной репетиции Балаганчика в числе нескольких литераторов-актеров Али с Любой. Автор, не то Аполлон, не то Ребенок и Ангел, мелькал то там, то здесь своей головой поэт. Он был доволен и весел, не боялся провала и не сердился на плохих актеров. Люба веселилась в театрально-почетной обстановке и все находила прекрасным. Аля страдала на все лады, то тупостью, то остротой чувств. Во время Балаганчика чуть не плакала. Ну, это понятно. Завтра первое представление. Будет много родственников, но не все. Как-то примет публика. Что будет, не знаю. Вчера в Антракте или перед представлением познакомилась с Урванцевым. Примечание. Артист Николай Николаевич Урванцев. 1876-1941. Олицетворенное добродушие. Да, еще Кузьмин. Музыка к Балаганчику. Талантливо, воздушно, грустно, но не то, что говорила Люба. Совсем не то и не то, что говорила Аля. 31 декабря. Утром. Петербург. Вчера было первое представление Балаганчика. Публика первых представлений. Литераторы, художники, музыканты из новых. Несколько дам, причастных к искусству. И, конечно, родственники. Учащиеся молодежи сравнительно мало, только интересующиеся искусством. Так или иначе. Сначала шел Балаганчик. Играли значительно лучше, чем на генеральной репетиции. Все прошло гладко. Постановка, несомненно, красива и оригинальна. В общем, празднично, святочно и везде, где стихи, веет благоуханной поэзией. Во время действия был все время хохот в толпе учащейся молодежи среди грубых и некрасивых лиц. В конце пьесы раздалось шиканье и пронзительный свист, но все покрылось громкими и дружными аплодисментами. Много раз вызывали автора. Он вышел и показался во всей своей юной и поэтической красоте. Шиканье, свист и гром аплодисментов. Ему сейчас же бросили из первого ряда белую лилию и фиалки с зеленью. Это была Мэттнер, художница, за которой когда-то ухаживал Гиппиус. Примечание. Художница Елена Михайловна Мэттнер и, вероятно, Александр Васильевич Гиппиус. Осип Дымов почему-то бросил ему свой портрет в непонятную честь. В общем, успех. Публика, разумеется, избранная. Не то будет потом. И интересно, что скажут газеты. Родственники не бронились. Софа нашла, что все лучше, чем ожидала. Автор и Люба сияли. Я бегала сверху вниз и обратно говорила с Алей и Софой, прислушивалась к разговорам. Сидела я рядом с Асиным инженером, несчастная, а рядом с ним сидел Сологуб. Итак, балаганчик поставлен и был. Известность блока растет. Потом был святой Антоний Мэттерлинка. Пьеса реальная, можно сказать, и некрасивая, но сколь глубокая по идее. Она имела успех, всем понравилась, но публика хохотала, как во время настоящего фарса. Я видела Сашу на сцене среди актеров, как автора, и на секунду за кулисами. Только пожала ему руку. Он говорил с Урванцевым и еще кем-то. 1907 год, 2 января, Петербург. Вечером надела перешитую белую кофточку и поехала к дяде. Примечание. Вероятно, Николай Николаевич Бекетов. 1827-1911. Химик, брат деда Блока. Там было обычное родственное собрание. Дядя еще до Али говорил со мной об балаганчике и очень сердился. Сказал, что это нахальство, что все можно сказать и обвинить в непонимании, что это кружковская литература, ерунда, никому не нужная и прочее. За ужином сели мы с Алей. Звала сегодня на балаганчик. Говорила, что ей грустно в Новый год без деточки. Вчера они у нее обедали. Всю ночь после балаганчика прокутили бумажный бал у одной из актрис. 24 января Петербург. Купила нечаянную радость. Не знала, куда ее положить. Читала благоговейное. Есть слабое, ненужное, непонятное. Но есть столь благоуханное, что не знаю, где в поэзии равное этому. Какие слова и образы. На панихидах был прекрасен. Примечание. Панихида по Менделееву, умершему 20 января 1907 года. Иногда неумолим, но иногда вдруг добр. Как это несравненно. Со старушкой вчера во время отпевания был кроток, добр и прекрасен. Примечание. Жена. Менделеева Анна Ивановна. Как я его люблю. Это что-то редкостное. 31 января Петербург. На днях была у Али на рождении Франца. Все равно, что там было, но когда все ушли, Аля сообщила мне нечто очень важное. Саша сам рассказал ей, что влюблен в актрису Волохову. Все началось с балаганщика. Он за ней ухаживает. С ней катается. Пока, как он сказал, они проводят время очень нравственно. Странно слышать такие слова от него. И кроме того, он же говорит, влюбленность не есть любовь. Я очень люблю Любу. Люба ведет себя выше всяких похвал. Бодра не упрекает и не жалуется. Была одна на вечере у Али. Он ушел, кажется, к театр Комиссаржевской. Все это вполне откровенно и весело делается. Но Любе, говорится, например, на ее предложение поехать за границу, с тобой неинтересно. Каково ей все это переносить при ее любви, гордости, самолюбии после всех ее опьяняющих триумфов? Мне жаль ее до слез. Она присмирела, ласково и доверчиво с Алией, говорит. Ведь какая я рожа, до чего я подурнела. Мне невыносимо думать, что она страдает и плачет, а между тем, как говорит Женя Иванов, может быть, это ей на пользу. Да, может быть. Но кроме жалости к этому цветку и, в сущности, ребенку, ужасно еще и то, что сказка их, значит, уж кончена. И если он и вернется к ней, то уж будет не то. Та любовь, значит, уже исчезла. Это, конечно, брак виноват. И, кроме того, полное отсутствие буржуазных и семейных наклонностей у него. Она из верных женщин, и притом его пленительность сильнее ее. Она всегда шокировала его известной вульгарностью. А он ведь, как есть поэт, так всегда им и бывает со всем своим обликом. Пострадать ей, конечно, надо, но боюсь я за нее. Ведь согнуться она не может, как бы не сломалась и не погибла. Ведь годы самые страстные, всего труднее мириться. А поклонников нет. Боря потерял свой последний престиж, а других-то нет. Аля говорит, это все влияние Вячеслава Иванова. Какой вздор! Еще прошлой весной уже была незнакомка, а теперь вот она и воплотилась окончательно. Разве поэт, создающий такие женственные образы в двадцать пять лет, может быть верен одной жене? Люба все-таки не красавица, и красавицы ей опасны, а Волохова — красавица. Недаром думала я об искушении маскарада после балаганчика. Да, я боюсь за Любу. Четвертое февраля, Петербург. Третьего дня была у Али. Там был Саша. Аля мне вчера сообщила, что он хочет жить отдельно от Любы. В Любу влюблен Чулков, который с женой разъехался. Люба с ним кокетничала и провела чуть ли не целую ночь в отдельном кабинете и катаясь. Последнее мне уже совершенно непонятно. Франц думает, что это надрыв. Аля говорит, что нет, а я думаю, что это средство забыть червя ревности, обиды, горя и оскорбленного самолюбия, который ее съедает. Аля говорит, что она это превозмогла. Она, конечно, поразительно хорошо это все переносит, но, конечно, уж нелегко. Сама Аля мне в прошлом году говорила, что она превозмогла, но что у нее нет любви и что этого нет. А сама до сих пор очень неравнодушна к мужчинам и признает одну эротику. Ничего она не превозмогла. Аля опять затасковала по Семену Викторовичу. Саша и Люба тоже хотят его видеть, чтобы поговорить о разрушении семьи. Восьмое февраля, Петербург. Пришла Аля, страшно обрадовалась блинам и была все время добрая и милая. Все мне рассказала про детей и про Кину, но они пока не хотят разъезжаться. Это, конечно, проще, то есть удобнее, но не знаю уж, хорошо ли. Ведь он уже серьезно любит Волохову, а Люба, с горя, по-моему, кутит щелковым. Уверяю, что не страдает, но мы ей не верим. Как далеко это все от того, что было летом. Где ее гордая уверенность в своей неотразимости? Но смириться она все-таки не желает. 15 февраля, Петербург. Была на днях у Али вечером, застал у нее Кину и детей. Последние новости того дня такие. Волохова не любит Сашу, а он готов за ней всюду следовать. Люба совсем полюбила Чулкова и с ним сошлась. Хотели разъезжаться, но почему-то решили этого не делать. С этим и пришли к Але, которая в отчаянном виде сидела с Киной. У нее за обедом было все другое. Аля в восторге от Любиной силы и вообще от нее. Та благосклонно принимает обожание, победоносно на манер прошлогоднего. Я не люблю ее такую. И даже думаю, что не начнись этого всего в прошлом году, Саше было бы лучше. Ну, не знаю. Аля только и боится, как бы они не разъехали, считая, что Люба Сашин ангел-хранитель. Мне кажется, однако, что жить им вместе теперь не имеет смысла. И если она и прежде больше занималась собой, чем им, то что же дальше? Она мечтает об карьере актрисы, декламирует стихи, намереваясь все создать сама и хочет быть трагической актрисой. Я ожидала многого от ее декламации, судя по ее безграничной самоуверенности, а вышел полный дилетантизм. Хорошо сказала она только два стихотворения. Вячеслава Иванова. Городецкий был плох. Бальмонт тоже. Брюсов тоже. Кина со слезами бросилась перед ней на колени после кубка Брюсова, а Саша стал злиться и говорить ей резкости. Я начала критиковать, и Люба мои слова принимала прекрасно. Саша после чая замолк, омрачился и уселся в стороне. Кина говорила пошлости, и Аля была очень довольна. Да и Люба, кажется, тоже. Он злился, и из всех их он один был мне бесконечно близок, хотя я нисколько не злилась. Они мешали его строю. Он читал из снежной маски, оказалось, что это перлы, а Аля говорит, что слабо. Вячеслав Иванов тоже великолепен, а она его не признает совсем. Все это меня ошеломило. Саша несчастлив. Люба взяла любовника после всего того, что она говорила летом и осенью. Как она обижала Алю, как возмутилась тем, что я сказала, еще неизвестно, так мало прошло времени. Примечание. В записи 19 июня 1906 года Бекетова приводит свои слова в разговоре с Любовью Дмитриевной Блок о перспективах ее жизни с поэтом. Неизвестно еще, что будет. Вы очень мало времени женаты. Что было воспринято Любовью Дмитриевной с возмущением. Как она презирала измену одной любви. И все мы так этому верили. Еще на днях Аля мне говорила, у нее верное сердце, она всегда будет любить Сашу. Как затрудняют все эти родственники. И вдруг у Любы будет ребенок. 15 февраля, Петербург. Третьего дня была в Беатрисе. Конечно, видела бледный профиль, осиянный золотыми матовыми кудрями. Ведь она играла игуменью. И было последнее представление Беатрисы. Подошел ко мне во втором антракте, дал мне билет и был мил со мной. Примечание. Спектакль сестра Беатриса по пьесе Митерлинка в театре Комиссаржевской, где играла Волохова. 28 февраля, Петербург. Вчера была у Али, обедала с Киной. Люба уехала на Масленицу с Мусей в Баблово и привесело уезжала. Это еще раз доказывает мне, что никакой любви у нее к Чулкову нет, а есть потребность поклонения и наслаждения. Любовь ее прошла. Может быть, еще кого-нибудь будет любить, но не теперь. Говорит, что надо себя найти и себя потеряла. Все они верят в ее силу. Да, она не киснет, не унывает, не жалуется, не тоскует и так далее. Она мажорная. Это без сомнения сила, но это не сила любви, идеи и прочего. Это сила здоровья и жизни только. Я думаю так. По-моему, этого мало. Смелость есть тоже, даже дерзость. Все инстинкт, только инстинкт. Саша страшно злой, говорила Аля, как она сама. 12 марта. Петербург. У Али еще раз была без Любы с Киной. Волохова полюбила Сашу. Люба вернулась, но я ее не видала. 27 марта. Петербург. А Люба опять завела с Чулковым. Не знаю уж, как и назвать. Андрей Белый в Москве, пожалуй, сюда еще явится. 6 апреля. Петербург. Толковать о том, настоящая или ненастоящая Люба и Наталья Николаевна и прочие совершенно праздные занятия. Все это сущая чепуха, конечно. В вечной любви, вечной страсти, как у Тристана и Изольды и прочего, больше нет. Саша и Люба вообще не Тристан и Изольда. Для того нужна была первобытность обстановки и чувства, и кроме того, препятствия. Они новые, потому что все себе разрешили, а судьба помогла им тем, что у них нет детей, которые бы усложнили вопрос. Люба — существо бесконечно жизненное и вполне эгоистическое, жаждущее прежде всего поклонения и наслаждений. Он — поэт с исключительно страстным темпераментом и громадным воображением. Ну, любили друг друга несколько лет до своего брака и три года в браке. Ну, была сказка и юность, первые ее цветы, теперь наступило иное. Ему нужна смена эмоций, да, а не более. И поэтому он полюбил именно Наталью Николаевну, которая до того противоположна Любе. Люба немедленно, ему изменив и бросившись в объятия первого встречного мужчины, все еще не может перестать сердиться на разлучницу и время от времени себя ищет и желает быть добродетельной. Ждет, что та провалится, а он к ней вернется. Едва ли это так будет. Разлюбит он и ту, конечно, а потом полюбит другую и к Любе временно вернется. Но это будет не то, совсем не то, о чем она мечтает в своем наивном самообожании. Пятое июня. Шахматова. Живем недурно. Люба настойчиво готовится к сцене и ждет Сашу. Аля с Францем ждут своего перевода. Примечание. Переводы из Петербурга в Ревель к новому месту службы Кублицкого пиатух. Слухи и шансы плохие. Страшное несоответствие Али с Францем ужасно. Все назревает, по-моему. Она сгорает в этой борьбе. Ее я беспрестанно приходится мять ради семейно-карьерных соображений. О, зачем? Не оставила она его давно. Тогда было бы легче. Теперь его почти старого не оставит. Да и сама на ломку уже не способна. Она сломана жизнью, но и в этом еще не потеряла огня, красок и аромата. Сколько в ней обаяния, какая сила страдания, сколько магнетизма и властности, и какая женственность. 11 июня. Шахматова. Приехал вчера неожиданно Саша. Большая была радость в первую минуту. Люба счастлива приездом Саши, но до какой степени все другое теперь. Подурнела она, бедненькая, загорела, носит некрасивую прическу, стала похожа на Мусю. Я сочувствую ее сценическим упражнениям, но что-то не верю ее будущему успеху. Но где ее самоуверенность и победоносность? Где сияние красоты и властные чары? Ничего нет. Он же ушел вперед страшно далеко за эту зиму. Он действительно известный поэт. Им дорожат, все его знают. Он, конечно, говорит и думает только о своем, но кто же этого не делает? Ровно через год опять кошмар Андрея Белого и дуэли. На этот раз вызывает Саша, потому что тот написал ему письмо, полное оскорблений, которых он не вынес. Обвиняет его во лжи. Пишет, что хотя и подаст ему руку, если встретится, но лучше не встречаться. Саша написал, чтобы он взял свои слова назад или прислал секунданта. Примечание. Имеется в виду письмо Белого от 5 или 6 августа 1907 года. Переписка, страница 192. И ответ на него блока, 8 августа, том 8, 192 страница. Разумеется, тот пришлет секунданта. Они опять как дети. Он понятен. Этому чистому духу и смерть ничего. Но она, которая причина всего этого, мне непонятно. Ну, да бог с ней. Дело не в ней, а в нем. 14 августа. Шахматова. Дуэли не будет. Андрей Белый охотно берет свои слова назад и не желает дуэли. Примечание. В письме от 11 августа 1907 года. Переписка, страница 193. Где, между прочим, писал. Теперь вы для меня посторонний. Один из многих. А со всеми не передерешься. Прислал ворохи декаденских ведомостей, как я называю его послание. Аля чуть не убилась с горя. Тяжелая была неделя. Сегодня утром сильно досталась София. Аля наступала ей на горло, стирая ее с лица земли. 26 августа. Шахматова. Саша сделал большие успехи в распущенности, безжалостности и эгоизме. До чего он, бывая груб, ведь этого прежде не было. И это именно Софы. Хотя и с Алей бывает тоже, и со мной, и с Любой. Софа при нем теряет последнюю гибкость, а я делаюсь. Пошла. Что же это, наконец, будет? Люба всему потакает. Съездил он в Москву. С Андреем Белым заключен мир. Люба эти дни без Али, часто грустная-прегрустная. А в сцене бросила думать, говорит о мастерской дамских платьев, часто задумывается. Да, есть над чем. Перед Сашей в опрахе. Он сегодня с ней был мягок. Как я была рада. Устала от его жестокости. Все это так. Кругом они оба виноваты, но до чего они мне все-таки милы. 14 октября. Петербург. Была у детей, видела Борю. Говорила совсем хорошо. Много про Сережу. Боря меня не шокировал и туману не напускал. Поэт он. Да. Люба не понравилась. Недобрая и грубая. Ничего моего не понимает. Бог с ней. Ей, верно, трудно. Устала. Не поощряют. Ревность. Саша в лучах своей славы. Тих и крот. 24 октября. Петербург. Только что была на Галерной, чтобы проститься с Алей. Примечание. Адрес Блока в то время. Галерная улица. Дом 41. Квартира 4. Вечер прошел невыносимо. Саша гулял. Потом пришел злой. Люба почти спала. Аля не знаю, как и сказать. Молчали и сидели, как на похоронах. Наконец стала собираться. Он сказал, что с ней поедет. Оделись, расцеловались. Люба осталась дома. Она ее нежно расцеловала и несколько раз сказала. Спасибо тебе, малютка. Я стала ее целовать. Холодно и бесстрастно подставила она мне свое лицо. Вышли на улицу. Она мне сказала, поцеловав меня сама, прощай. Может быть, когда-нибудь еще увидимся, а может быть и нет. Со своей старой, новой улыбкой. Я с этим осталась. Они уехали. Люба, она говорила, стоило приезжать. Я уезжаю ободренная. Конечно, с иронией. Ясно. Была она у меня третьего дня. Сама пришла ко мне. Не захотела в театр. И много о себе говорила. Сначала не хотела, потом все сказала. И на другой день говорила, что легче стало. Говорила, что нет у нее ни кола, ни двора. Что она себя погубила. Что жизнь в Ревеле — безобразный сон. Что все в ней тупо. Радость была только при первом свидании с Сашей и Любой, когда ехала в Ревеле на вокзал. Что одно бы могло ее возродить, если бы дети ее очень любили и ласкали. А они только гуманны. Она им не нужна. Что теперь трудный перелом. Она потеряла старое и не нашла нового. Просилась жить со мной и Аннушкой. На другой день у них она мне сказала, что выспалась. И, кроме того, после разговора со мной стало легче. Я успокоилась за действием своих слов. Но увидела, что Саша злой и тяготится домашними. Было много гостей. Саша был сначала груб с Любой, потом все пришли. Его загребастала на весь вечер Мусина. Примечание. Дарья Михайловна Мусина, 1873-1947. Актриса Александринского театра. Поздно пришли молодые актрисы. Примечание. Веригина, Волохова, Иванова, Мунт. Н.Н. заслонила всех нарядных, всех подруг. Примечание. Цитата из стихотворения Блока. Вот явилась, заслонила. 1906 год. Нельзя ее не любить. Люба перед ней совершенно меркнет, несмотря на всю свою прелесть и юность. Пора какого-то высшего строя. Не оттого ли он такой злой? Ведь она кажется холодна. А тут жена, влюбленная и мать обожающая. Но что же теперь будет? Она уехала с мыслью о смерти. Слыхал ли он? Понял ли? И если понял, поднимет ли ее умирающую и оживит ли? У нее все в нем. И ничего кроме этого. Ведь он мог бы одним словом ее оживить. Но найдет ли он его? Слишком влюблен для этого. Если бы он нашел свое слово. Ведь это бывало прежде. Есть еще у меня надежда. 30 октября. Петербург. Разве не ясно было, что я заслонена смертной тоской посашенной любви и ласки? Что я уже становлюсь противной? Получила от Али письмо в ответ на свое. Лучше не приезжать теперь. Она хочет видеть только Блока. Что дала мне твоя любовь и Францева? Ничего, ничего, ничего. Я вас иногда зато ненавижу. Пятое ноября. Петербург. Сашу вызывало. Заходил неделю тому назад на полчаса. Сумрачный, бледный. Жаловался на настроение. Одиннадцатое ноября. Петербург. Сегодня вечером, погрустив изрядно, с опаской отправилась к Блокам. Меня ждала удача. Дома один Блок. Тетя, это ты, посиди. Я, конечно, посидела. Встали они в три часа после вечера у Ремезова. Люба где-то в театре. А он в половине одиннадцатого пойдет с Натальей Николаевной в ресторан. Пили чай. Тетя, хочешь пирога? Детские вопросы и взгляды. Дорогое личико с матово-золотыми кудрями. Рассказал мне все новости. Скончался луч. Бросили дело с голосом Москвы. Дорого продал драмы. Написал цикл стихов для весов. Примечание. В номерах первом и втором еженедельного журнала «Луч» Блок опубликовал несколько стихотворений и статей. Третий номер не вышел. Сотрудничество в литературном отделе газеты «Голос Москвы» предлагал Брюсов, но оно не состоялось. Смотри «Литературное наследство», том 92-й, книга 1-я, страницы 501-я, 505-я, «Литературное наследство», том 92-я, книга 3-я, страницы 311-я. Лирические драмы Блок продал издательству «Шиповник». Вышли в 1908 году. Вероятно, в весы был отдан цикл «Осенняя любовь», 1907 год, номер 12-й. Прочел мне. Хорошо, но не ново и не первосортно для него. Где лучше, где хуже. Маска была сильнее. Но все она и она лучезарная. Насколько могу понять, он безумствует, а она не любит или холодна и недоступна, хотя и видятся они беспрестанно. Вида страдающего он не имеет, хотя в одном прекрасном стихотворении описано, как тянет холодная бездна воды, а в другом монах, молчалив и спокойный, никто не подозревает, что она сказала ему «молчи, и никакие молитвы не нужны, когда ты ходишь за рекой». А Люба что? Мусина больна, уроки не бывают, много планов, ничего не клеится, но она начинает влюбляться в Ауслендера. Итак, она не победила Наталью Николаевну и сама как будто опять готова мимолетно увлечься. Невелика она в любви. Так ли любят истинные женщины? Жажда жизни и успехов сильнее всего остального. Ее женственность внешне неглубокая. Нет, где уж ей тягаться с Натальей Николаевной и прежней Алей. Люба прелестна, но кокетство ее неприятно и резко, и это плохой признак. А Наталье Николаевне и кокетство не нужно, она и не кокетничает. Это ей бы не шло. Она ведет себя совершенно так, как ей нужно, и с полным спокойствием и серьезностью, без суровости и без резкости. Ее глаза говорят, ее улыбка сверкает, ее тонкий стан завлекает, несмотря на худобу. Вот уж подлинно. Сама ее худоба была прелестна. Поэт нашел свою незнакомку. Это она? Да, бывают же такие женщины. 31 декабря, Петербург. Была Аля и уехала. В этот раз было лучше, но все-таки нехорошо. Сама говорит, что не сумела сладиться своим положением. Разобидела она Наталью Николаевну совсем и при том незаслуженно. Ведь в сущности только за то, что Саша любит ее, а не Любу. Прежде она говорила, что Люба дурно влияет на Сашу. Теперь Наталья Николаевна, а Люба хорошо. Где же правда? Люба с высоты своего величия говорит о том, что Наталья Николаевна очень развелась, считая, что уж сама-то она выше всяких сравнений. А ведь Наталья Николаевна гораздо интеллигентнее ее и тоньше, и литературнее. А говорит-то она свое, а не чужое, как Люба. Ведь Люба-то выучила все эти слова, совершенно ей не свойственные. Обе они хотят быть Джульеттами и Иордис. Увидим, что будет. Люба молодец, ведет себя с достоинством и силой. Ее и жалеть не надо. Правду говорила Аля, но ведь как она здорова и как самоуверенна и влюблена в себя. Мне Наталья Николаевна гораздо ближе, хотя, может быть, Люба и крупнее. Я в один год лишилась Али, она не только уехала, но разошлась я с ней. Саши, которого почти не вижу, живя в одном городе, если бы не ходила туда иногда, он бы совсем со мной не видался. 1908 год. 12 апреля, перед Пасхой, Петербург. Приехала Люба. Я ее видела. Жизнь, здоровье. Но показалась мне грубая, некрасивая. Тоже нехорошее впечатление. Аля томится одна, зная, что ему не нужно ее присутствие. А он, по-моему, на новом пути к одиночеству. Мне кажется, и Наталья Николаевна отходит. Или я ничего не понимаю? 19 ноября. Петербург. Он был один в июне в Шахматове. Все было хорошо. С тетей Софой они совсем поладили. Читал даже песню судьбы. Ей понравилось. Уехал только за тем, чтобы пьянствовать и кутить Шчулковым, и просадить сотни рублей, которые пригодились бы после. Тосковал по Любе. Наталья Николаевна еще весной иссякла. Опять выплыла Люба. Комета исчезла, осталась Венера. Когда уехала Софа, приехали дети, потом вскоре Франц. Месяц все шло прекрасно с детьми. Люба веселилась, как дитя, при общей нежности. Вдруг неприятный разговор. И потом Люба пришла к Алле одна объясняться и призналась, что она беременна. Не от Саши. Она была в отчаянии. Хотела вытравить ребенка. Говорила, что это внешнее, и ее не касается. И прочее. Все погибло. Алля ходила совершенно несчастно и осуждала Любу. Да ведь и было за что все-таки без любви. По Бальмонтовским заветам. С глупу. Эдкое отношение к ребенку. Не могла с собой справиться и прочее. Теперь Люба привыкла к ребенку и его принимает. Он же ведет себя, как ангел, бережет Любу, как никогда. Работает, идет вперед и принимает ребеночка к себе в дом. Только что получена телеграмма от Станиславского. Ведь весной его комитет был у Саши и одобрил песню судьбы, найдя ее необыкновенно талантливой. В этом сезоне не пойдет. Приходится, к сожалению, печатать ради денег, но значит принята. Он рад. 1909 год. 3 февраля. Петербург. У Любы родился мальчик, как я и думала, вопреки Али и прочим. Родился вчера, 2 февраля утром. Роды были очень трудные и долгие. Очень страдала и не могла. Наконец ей помогли. Он слабый, испорчен щипцами и, главное, долгими родами. Мать очень удручена, Аля тоже. Давно приехала, живет в меблированной комнате в Демидовском переулке. Очень боюсь, что мальчик умрет. Очень печально. Меня последнее время чуждаются, что-то будет нехорошо. У Саши много неудач, но работа и деньги есть. Нехорошая у нас полоса. И у блоков с Али, и у меня. Как-то у них разрешится. 6 февраля, Петербург. Были хорошие часы, теперь опять плохо. У Любы родильная горячка, молоко пропало. Ребеночек слабый, за Любу страшно. Смотря сегодня на бледное ее личико с золотыми волосами, передумала многое. Саша ухаживает за ней и крошкой. Франц здесь. Здесь нехорошо с Кублицким. 8 февраля, Петербург. Ребеночек умирает. Заражение крови. Люба сильно больна. Будь-то бы не опасна, но жар свыше 39 градусов. И уже третий день. Я ее больше не вижу. Уныло, мрачно, печально. 9 февраля, Петербург. Все то же. Ребеночек еще жив. Люба лежит в жару и в дремоте. Очень он удручен, спросила Софа. Это ему не свойственно, как и мне, сказала Аля. Ну, не скажу, отвечала Софа. Да, в серьезных случаях он не капризничает и не киснет. Она тоже не киснет. Не склонна падать духом. Оба склонны ненавидеть в такие годины. Все, что не они. 10 февраля, Петербург. Ребенок умер сегодня в три часа дня. Люби лучше. Я поехала сейчас же к Саше. Он пришел при мне, через минуту узнав, полетел в больницу. На лестнице Ваня, в воротах Аля, прямо от Софы. Поговорила она со мной и тоже поехала. Дождалась его и ее и оставила их за обедом. Он как будто успокоился этой смертью. Может быть, хорошо, что умер этот непрошенный крошка. Люба, по-видимому, успокоилась. 11 февраля, Петербург. Сегодня мне ужасно жаль маленького крошку. Многие говорят, что в смерти его виноваты доктора. Пусть так. Может быть, и лучше, что он умер. Но в сердце безмерная грусть и слезы. Мне жаль его, потому что Любе его мало жаль. Неужели она встряхнется, как кошка, и пойдет дальше по-старому? Аля боится этого. И я начинаю бояться. 21 февраля, Петербург. К нему ходила, слушала его чтение на курсах, песню судьбы. Как хорошо, какой лиризм. Люба еще лежит, но скоро уже уедет домой. Он заходил ко мне сегодня на 10 минут. Боже мой, как мало мы связаны. 5 марта, Петербург. Люба дома, уже расцветает и мечтает о поездке с Сашей весной за границу. Он кислый, недовольный собой и всеми, очень не в духе, сидит дома с кашлем. Собирается еще переделывать песню судьбы, которая не годится для сцены. Ничего нового не пишет и не хочет писать. В опасном она настроении, по-моему. 25 марта, Санкт-Петербург. Саша и Люба едут в Ревель на несколько дней. Слава Богу! Хотя он в сквернейшем настроении. Боюсь, что не будет добра. 3 июля, Шахматова. Приехали дети, прекрасные, веселые. Люба снова помолодела и хороша, как в старое время. Радости от них тьма. Аля, бедная, дышит ими. Не знаю, надолго ли только такой праздник. 1912 год. 29 февраля, Петербург. Больше трех лет я здесь не писала. Хочу кое-что написать в день Касьяна. Примечание. В Касьянов день, 29 февраля, женская часть семьи Бекетовых составляла обзор, происшедшего за протекшие четыре года. Хроника, так и называвшаяся Касьян, велась с 1876 по 1912 год. За эти годы много произошло в моей внутренней жизни и отношениях. Алина болезнь последний год в Ревеле очень усилилась. Она провела весну и часть лета в санатории около Москвы. Вернулась в Шахматово в год перестройки, ожидая со стороны Саши и Любы полного снисхождения. А вышло самое тяжелое лето, которое когда-либо было. Жестокостям их не было конца. Главное было на почве хозяйства и новых слуг Николай и Арина. Окончилось тем, что Аля отравлялась вероналом. Один из ужаснейших дней моей жизни. Были минуты, когда я думала, что она умирает, и я не смела звать Сашу и Любу, зная, что им до нее нет никакого дела. Она была бы рада, ему все равно. Люба ее ненавидела. Саша озлобился от тревоги, сложности, трудности, роковых недоразумений и прочего. Несколько часов я с ней провела, слушая ее бред, поднимая ее с пола, плача и прочее. Вид ее растерзанный, безумный факт покушения на самоубийство. Ничто их не тронуло. Уехали мы с Алей. Увез ее Франц в Ревель. Последний год она провела как в монастыре. Ей стало лучше. В Шахматово уже после того Люба не вернулась. Саша провел полтора месяца. Уехали за границу. А как опять было плохо у Али. И Люба всю зиму не могла смягчиться. Внезапно перевели Франца в Петербург с этой осени. Отношения с Сашей были хорошие. Часто по его инициативе виделись. Люба вела себя хорошо. Что она чувствует, не знаю. Она очень подурнела и присмирела. Верная жена и ничего больше. Начал поэму, очень значительную. Охладел, бросил. По-моему, просто не справился. Это ему не по силам. Настроение ужасное. Большой любви нет. Все мелкие и случайные вспышки. Почти не пишет. Очень знаменит, обаятелен, избалован. Но столь безнадежно мрачен, что я за него страшно боюсь. Веселость и юмор Блока Читатели Блока обыкновенно представляют его себе печальным человеком, жившим в особом мире, далеким от простых и обыденных радостей жизни. В стихах его изредка проявляется юмор, но веселости нет и следа. А между тем, в живом, настоящем Блоке было много светлого юмора и самой непосредственной детской веселости. Очень странно читать близко знавшим Блока, что до знакомства с ним Андрей Белый представлял его себе болезненным, хилым юношей и был поражен и даже разочарован, увидав здорового, сильного и красивого человека, да еще в хорошо сшитом платье и со спокойной манерой себя держать. Все это совершенно не соответствовало его представлению о поэте-мистике, погруженном в заоблачные миры. Ведь то было время стихов о прекрасной даме. Познакомившись с Блоком, Андрей Белый узнал его с новых сторон. Но кажется мне, что при всей тонкости его проникновения в душу Блока и при всей духовной близости обоих поэтов, он так и не увидел в Блоке того, что особенно бросалось глаза в интимном кругу. Блок был прежде всего ребенок, простодушный, невинный и милый. В своей речи о символизме, прочитанной в обществе ревнителей художественного слова, 8 апреля 1910 года, он поставил такую программу. Художник должен быть трепетным в самой дерзости, зная, чего стоит смешение искусства с жизнью и оставаясь в жизни простым человеком. Этот завет свой он и исполнил. Он был в жизни простым человеком. «Но есть неистребимое в душе, там, где она младенец», — говорит он в другом месте той же речи. «В его душе это неистребимое было особенно сильно и проявлялось и в ясности его улыбки, и в умении радоваться всяким житейским пустякам, а также солнцу, шуткам, да еще в умении играть и шалить, которое было ему в высшей степени свойственно. Последнее, то есть склонность к играм и шалостям, должно особенно поразить читателей Блока. Для них и юмор его нечто новое, почти незнакомое. Правда, в стихах своих Блок был всегда серьезен. Он ведь считал, что служение мусс не терпит суеты. Даже появляясь на эстраде, когда приходилось ему читать свои стихи, он давал сразу всем торжественным видам своим тон высокого строя, не изменяя обычной своей простоте. Шалил он только в шуточных стихах и в пародиях, часть которых известна по книге Чуковского «Блок как человек и поэт». В моей книге «Блок и его мать», которая вскоре появится, приведено одно из его шуточных стихотворений, присланное мне в деловой записке, в то время, когда он готовился к экзамену еще на втором курсе юридического факультета. Привожу его в виде образчика. «Право русского историю уподоблю я громам, что мешают мне на взморье уходить по вечерам. Впереди ж душа раскисла, ждет меня еще гроза, статистические числа, злые Кауфмана глаза. Мая до 22-го не исхичу я из тьмы, имя третикурсового почитателя Казьмы». Это написано 26 апреля 1901 года. Юмор Блока проявлялся кроме шуточных стихов и пародий в шаржах и карикатурах. Шаржи бывали связаны или с литературой, или с театром. Мне запомнился один случай с того времени, когда Блок был еще гимназистом или студентом-первокурсником, в ту пору, когда он увлекался декламацией и мечтал о сцене. Однажды он зашел вместе с матерью в гости к деду и бабушке, которые жили вместе со мной. Побывав на их половине, он пришел ко мне, а у меня в гостях была моя старая приятельница, знавшая Блока с самого детства. Тут ему вздумалось поиграть в декламацию. Он прочел целиком наизусть Некрасовскую больницу. Читая, Блок впадал то в слезливость, то в мелодраматизм. Его интонации, позы и жесты были до того уморительны, что мы все помирали со смеху, а моя гостья, особо отнюдь не литературная, совсем устала от смеха и только слабым голосом повторяла «Ах, Саша, какой ты комик!». Все это проделывал он не ради эффекта декламации, а просто от игривого настроения и бродившей в нем актерской жилки. А как изображал он возлюбленного Василия Пантелеича Долматова. Удачные моменты его игры он не трогал, но зато неудачные, когда он рычал, цедил сквозь зубы, и выпаливал отдельные слова, он уловил в совершенстве и одно время беспрестанно вставлял в свою речь долматовские фразы с его интонацией. Очевидно, это обстоятельство и ввело в заблуждение его 12-летнего кузена Георгия Блока, который в своих воспоминаниях, написанных уже в зрелом возрасте, герой возмездия, русский современник, 1924 год, номер третий, говорит, что Блок подражал декламации Долматова. Это было не подражание, сам он декламировал совершенно иначе, а именно шарж, пародия на Долматова. Случаев подобных этому было много. Сохранилось немало талантливых карикатур Блока на него самого, на Любовь Дмитриевну, на Андрея Белого и других. Я выберу из них те, которые легко писать, и не надо расшифровывать, так как они понятны без всяких объяснений. На одной из них изображен Андрей Белый со стоящими дыбом волосами в застывшей позе над столом с книгами. Внизу подписано Белый, читающий люциферианские сочинения Риля и Когена. На другой карикатуре, еще более верно схваченный Белый, нарисован в профиль и во весь рост, очевидно говорящий, под ней написано Белый, рассказывающий маме о гносиологических эквивалентах. Обе карикатуры намекают на факты, происходившие в 1905-1906 годах, и, очевидно, тогда же и нарисованы. Одна из лучших карикатур изображает Любовь Дмитриевну у Мережковских. Сама она в виде маленькой девочки в детском платьице держит в руках знамя и возглашает, нельзя говорить о религии, а к ней подходят трое длинный и корректный философов с портфелем под мышкой и большим крестом в руке. За ним Зинаида Николаевна Гиппиус, узнаваемая по крайней худобе, папироски и всклокоченной прическе, и, наконец, сам Мережковский, очень маленький, с большой головой и с небольшим крестиком в руке. У всех троих над головами нимбы. Эта карикатура относится к 1909 году, когда у Мережковских устраивались на дому маленькие религиозно-философские собрания, на которых бывали и Блоки. И в жизни, и в карикатурах Александр Александрович любил подчеркивать детские черты Любови Дмитриевны, которые хорошо знакомы близко знающим ее людям. Остальные карикатуры не стоит описывать, их нужно видеть. Из литературных шаржей я возьму самый удачный, сохраненный матерью Блока. Далее в тексте следует шуточная программа журнала «Новый путь». Смотри «Александр Блок», том 7, страницы 441-442. Покидая карикатуры и шаржи, перехожу к самому главному, то есть к детским шалостям Блока. Начну с того, что Блок на людях и у себя дома в интимном кругу – это два разных человека. Надо еще заметить, что он необыкновенно быстро переходил от одного настроения к другому, и потому легко могло случиться, что утром или днем он напишет самое мрачное стихотворение, а к вечеру развеселится и начнет шалить. Эта непосредственная, простая веселость роднила его с животными, которых он так нежно любил, проводя часы в играх и разговорах с ними. Недаром говорит он в предисловии к нечаянной радости. «Пробудившаяся весна выводит на лесные опушки маленьких мохнатых существ. Они умеют только кричать «прощай» и «зиме» кувыркаться и дразнить прохожих. Я привязался к ним только за то, что они добродушные и бессловесные твари, привязанностью молчаливой, ушедшей в себя души, для которой мир, балаган, позорище. Все эти чертенята из пузырей земли, отдел нечаянной радости, трогательны в своем добродушии и смирении. Те же черты, то есть добродушие, простодушие и бессловесность, ценил Блок и в животных. Да он и сам способен был кувыркаться и дразнить прохожих. О проявлениях этой простой веселости я попытаюсь теперь рассказать, хотя это очень и очень трудно. Передать шутливый тон и манеру Блока, когда он был весел и не стеснялся, почти невозможно. Дело было тут не в словах, а в тех шаловливых жестах и минах, к которым он прибегал вместо речи. Это был клоунский юмор в соединении с неудержимой потребностью шалить и некоторой хитростью избалованного ребенка, отделывающегося забавными выходками от всего того, что ему лень или не хочется делать. Между прочим, Блок любил шалить и дурачиться на улице, в модных курортах и так далее, словом, там, где ходит чинная или занятая публика. Тут, конечно, играл роль и дух противоречия. Вел он себя в таких случаях так, что можно было принять его или за сумасшедшего, или за пьяного. Так еще в первый год замужества Любовь Дмитриевна имела неосторожность пойти вместе с ним в гостиной двор. Вскоре хождение по лавкам ему надоело, и он начал дурачиться. Внезапно подняв руки вверх, как бы в порыве необычайного удивления или негодования, он бросился бежать по одной из линий гостиного двора, крича с безумным, отчаянным видом «Вельветин!». Любовь Дмитриевна, ужасаясь и хохоча, пыталась его образумить, и с тех пор уже закаялась брать его с собой в такие места. Подобные случаи повторялись много раз в жизни Блока, также и в зрелом возрасте. Впрочем, мотивы его шалости были очень разнообразны и всегда неожиданны. Из многочисленных эпизодов, оставшихся у меня в памяти, я приведу лишь те, которые поддаются описанию. Их всего три, и все они происходили в шахматове, где шаловливый дух Блока проявлялся особенно ярко. Первый произошел в 1904 году, когда мать шила ему белую русскую рубашку, разукрашенную вышивками. Шить рубашку-косоворотку так, чтобы она хорошо сидела, дело совсем нелегкое. Приходилось несколько раз примерять ее, чего Александр Александрович терпеть не мог. Тут же присутствовали мы с Любовью Дмитриевной. Как известно, во время примерки надо стоять спокойно. Он же все время делал усиленную гимнастику руками, плясал на месте и так далее. Словом, так мешал матери, что ему угрожали еще одной примеркой, от которой он уклонился особым способом. Мать и жена что-то долго совещались насчет рубашки, а Саша ушел в свою комнату. Когда же его позвали, он не откликнулся. Вошли к нему. И что же увидели? Окно открыто, а на диване сидит большая кукла, изображающая Сашу. Она была грубо, но талантливо сделана из белой подушки, стянутой веревкой на месте талии. Поверх этого туловища было накинуто Сашина летнее пальто, а шляпа его, надетая на палку, создавала иллюзию головы. Самого же его, конечно, и след простыл. Он давно выскочил в окошко. Второй эпизод был в другом роде. Как-то осенью сидели мы вечером в гостиной большого шахматовского дома. Нас было четверо. Александр Александрович, его мать, Любовь Дмитриевна и я. Недавно шел дождь. Трава, кусты и деревья были мокрые, но время тихое. Александр Александрович был весел, а под конец, когда собрался уходить с женой в свой флигель, стоявший по ту сторону двора, на него нашел особенно шаловливый стих. Он разыграл целую сцену. С деловитым видом, как бы совершая что-то очень нужное и важное, он молча и торопливо начал прибирать разные вещи, делая все на выворот и производя полный беспорядок. Так он к ужасу нашему схватил стенную лампу и поставил ее в совершенно неподходящее место. Пыхтя и что-то бормоча про себя, взял тяжелое старинное кресло и водрузил его на стол. Мы вскрикивали от страха, что он уронит, разобьет или сломает ту или другую вещь, но он ничего не испортил, а только перевернул вверх дном всю комнату, и все это с такой невозмутимой серьезностью и с таким видом, что мы хохотали до слез. Покончив с этой своеобразной уборкой, он вышел из комнаты, но тут началось новое представление. Он делал вид, что не может идти, валился или садился на пол в беспомощных позах, а Любовь Дмитриевна должна была его поднимать, подталкивать и тащить. А бессилев от смеха, она с трудом ворочала его тяжелую фигуру. Когда они добрались до передней и таким же порядком выкатились из двери, он сначала уселся на ступени крыльца, а потом стал с размаху тыкаться головой и всем телом в мокрые от дождя куртины шиповника и сирени. Так шли они, спотыкаясь через весь двор, и долго еще раздавался смех Любови Дмитриевны. Вероятно, Саша придумал новые шутки, которых мы с его матерью уже не видали. Проделывал он все это почти молча, но с таким комизмом и такими неожиданными выдумками, что ему мог позавидовать любой клоун. Третий эпизод особенно интересен тем, что он происходил осенью 1910 года, то есть в самое лето, когда перестраивался шахматовский дом. Александр Александрович был измучен и переутомлен заботами о хозяйстве стройки. А кроме того, нервная болезнь его матери настолько усилилась, что пришлось отправить ее в санаторий. Она вернулась оттуда в начале июля, как только можно было въехать в обновленный дом. Но мало поправилась, а новизна впечатлений обстановки еще хуже подействовала на ее нервы. Болезненное состояние матери сильно влияло на блока и раздражало Любовь Дмитриевну. Были и другие причины, создававшие ряд столкновений между женой и матерью Александра Александровича. Все это вместе создало крайне тяжелую и тревожную атмосферу. Приезд в шахматово Евгения Павловича Иванова в день именин Любови Дмитриевны 17 сентября разрядил воздух. Вечером этого дня в гостиной Большого дома собралось все наше общество, то есть Александр Александрович, его мать, жена, Евгений Павлович и я. Семья сестры Софьи Андреевны еще весной переехала в свое имение по соседству от Шахматова. Настроение было мирное, безобычной в ту пору напряженности и тревоги. Этого было достаточно, чтобы Александр Александрович пришел в веселое настроение, что проявилось различными шлавливыми выходками. Евгений Павлович просил меня поиграть на рояле. Я села за старое наше пиано-карре, издававшее слабые и дребезжащие звуки, и заиграла что-то очень хорошее. Сама я дополняла воображением недостатки инструмента и своего исполнения, но слушатели мои вряд ли могли быть удовлетворены этой музыкой, а потому и неудивительно, что немного погодя я услышала за своей спиной какие-то шорохи и сдержанные звуки. Оборачиваюсь и вижу, все сидят на большом диване и с трудом, очевидно боясь меня обидеть, удерживаются от смеха, а Саша устроил игру с диванными валиками и проделывает с ними тысячу глупостей, говоря, что это его детки Гога и Магога. Он их баюкал, разговаривал с ними, укладывал их спать и так далее. Все это с полной серьезностью и невинностью. Разумеется, я прекратила игру и присоединилась к общему веселью. Нельзя было не хохотать, глядя на эти проделки. Отличительной особенностью всех этих шуток и клоуна от Блока была полная непосредственность и изобразительный, несомненно, актерский дар. И это тот самый Блок, который писал «Ночные часы и седое утро», скажут читатели. Да, тот самый. Надоело мне слово «многогранность», но ничего не поделаешь. Приходится сказать, что Блок был бесконечно многогранен и сложен, и кроме поэта с трагическим восприятием жизни, кроме пророка и лирика, в нем сидел еще и ребенок, непосредственный, бесхитростный, шаловливый и веселый. И так было до последних лет его жизни. В 1921 году это уже почти не проявлялось, но и тогда находили на него минуты шаловливого веселья, так говорила мне его мать. Сама я в тот год его не видала, большая часть того, что найдет читатель, в этой заметке написана по моим личным воспоминаниям. После десятого года я виделась с Блоком реже, чем прежде, так как зимой мы вообще видались нечасто, а в шахматове после этого года он не проводил уже ни одного лета сплошь, приезжая лишь на короткие сроки. И из личных моих впечатлений, и из рассказов матери Блока и его писем к ней можно сделать один и тот же вывод. Юмор Блока приобретает после 30 лет более глубокий и менее добродушный характер. Он часто переходит в сарказм. Этого злого и меткого юмора много в его письмах к матери из-за границы, писанных в 1911 году главным образом из Франции, Британии и Париж. Они известны по моей первой книге. Но невинная мальчишеская веселость тоже не покидала Блок. Следы ее можно видеть отчасти в его карикатурах, увековечивающих сезон 1910-1911 года. Одна из лучших по замыслу исполнению изображает Любовь Дмитриевну, делающую визит мадам Аничковой. Мадам Аничкова – литературная и светская дама, писавшая под псевдонимом Иван Странник, жена профессора Аничкова. Соль этой карикатуры – одна из целей, которой была подразнить Любовь Дмитриевну. Может быть, понятно только при наличности карикатуры и соответствующих объяснениях, но она проникнута настоящей веселостью и напоминает невинные насмешки Блока над женою, которые ее тогда и смешили, и задевали. Рассказы Любови Дмитриевны о путешествии 11-го года тоже показывают, что Александр Александрович не раз приходил в шаловливое настроение и смешил ее разными рискованными выходками. Заканчивая эту заметку, скажу, что с годами та детская веселость и шаловливость, о которой я говорила, все реже и реже возвращалась к поэту. Бывали долгие периоды беспросветно-мрачного и нелюдимого настроения, но все же источник детского смеха не иссякал в нем очень долго. Убить его окончательно могла только последняя жестокая болезнь Блока и первые ее проявления, омрачившие дни его тяжелой и беспросветной печалью. Январь 1925 года. Ленинград 1930 года. Приложение о рисунках Александра Блока. Рисунки Блока, сохраненные его покойной матерью, не имеют художественной ценности, но они бесспорно интересны по темам. Из детских рисунков представляют интерес только корабли, которые Блок особенно любил и в детстве, и в позднейшие годы. Он беспрестанно их рисовал, изображая в различных положениях и даже устраивал из них выставки в своей комнате. Два прилагаемых рисунка, сколько я помню, относятся к годам девятидесяти. Оба сделаны карандашом на четвертушках пищи бумаги. Первый рисунок. Нижняя часть разрисована цветным карандашом, внизу синее море, остов корабля красный, борт желтый с надписью «Юнкер». Оснастка корабля, мачты, рей и прочее нарисована обыкновенным черным карандашом. У бортов крайне примитивно изображены три человека. Один около мачты, в синем костюме и черной шляпе, другой ближе к рулю, в красном и черной шляпе, третий на носу в черном. Второй рисунок. Море без раскраски. Остов корабля раскрашен в таком порядке. Борт лиловый, за ним красная, синяя, снова красная и оранжевая полосы. Поперечная полоса, выделяющая нос, тоже красная. Оснастка с поднятым парусом нарисована черным карандашом, только местами, на поперечных линиях красным. Два флага наверху, мачты и на руле. Оба трехцветные, с продольными полосами, белый, синий, красный. Дореволюционный национальный флаг. Блок насмотрелся на корабли с раннего детства. Он родился в доме, который выходит на набережную Невы. Блок прожил там три года. Девяти лет он поселился на набережной Малой Невы. По-видимому, на мальчика производили впечатление именно парусные суда, так как финляндские пароходики, то и дело бороздившие в те времена Неву во всех направлениях, а также буксиры и другие суда, не попадаются на его детских рисунках. В его стихах часто фигурируют корабли, нередко в символическом смысле. В этих случаях они всегда представляются как ожидание радости, как надежда на что-то светлое. Таких примеров много. Пьеса «Король на площади», поэма «Ночная фиалка», цикл стихов ее прибытия. Возвращаюсь к рисункам. В январе 1897 года Блок оставил нам два рисунка. Ему было в то время 16 лет. Один рисунок, третий по счету, представляет собой скромную виньетку в красках, шесть грибов на зеленой траве, красноголовые осиновики на толстых ножках, начиная с самого большого, как бы отца семейства, и кончая самым маленьким, в постепенном порядке. Виньетка нарисована в конце афиши детского спектакля, устроенного 4 января 1897 года, у тетки Блока Кублицкой Пятух. Афиша написана прекрасным почерком самого Блока. Представлены были две пьесы. Одна французская, очень забавный водевиль «Ля биша», «Ля громье», другая русская, спор греческих философов об изящном, из Казьмы Пруткова. Все артисты, кроме одного, были родственниками Блока в возрасте от 8 до 12 лет. Сам он играл старого и глупого президента академии, имел очень представительный вид в своих искусственных сединах и недурно справился с ролью. Это было время его увлечений сценой, главным образом, Шекспиром. Другой рисунок, четвертый по счету, более интересен. Это шутливая иллюстрация детского журнала «Вестник», номера которого выходили по одному экземпляру в месяц. Блок был техническим редактором и издателем журнала. Он переписывал весь материал, снабжал текст иллюстрациями и так далее. Редактором была его мать. К январскому номеру 1897 года был приложен текст карикатурных рисунков пером самого издателя. Сбоку виднелась скромная надпись «Северная зима» в очень дурных эскизах господина «Три звездочки». Рисунки сделаны талантливо и очень бойко. Они интересны еще и тем, что в них есть некоторые элементы знаменитой поэмы Блока «12». Вот описание рисунков. На листе толстой бумаги в размер четвертушки пищи бумаги расположены восемь рисунков и две особые надписи. Другие надписи относятся к большинству рисунков. Все надписи сделаны печатными буквами. Сверху вниз по левой стороне страницы сделана мелким шрифтом надпись, поставленная в прямые скобки «Тяп-ляп» и вышел «Караб». Внизу сбоку стоит надпись, сделанная крупными буквами «Северная зима» в очень дурных эскизах господина «Три звездочки». Рисунки расположены так. Наверху слева будка городового, правее несколько ниже, городовой с ружьем. Третий рисунок в том же ряду, еще ниже, по диагонали. Воющий пес, на котором надпись «Собака лает» и так далее. Наверху справа месяц на ущербе, сбоку надпись «Луна». Второй ряд из трех рисунков тоже по диагонали. Первый корабль в альдах, справа наверху полукруглая черта, под ней наверху слева «Фрам». Вторая фигура мужчины с поднятым воротником и в цилиндре. Видно, что идет с трудом, низ пальто свернут ветром. В левую сторону сбоку надпись «Ветер». Третий рисунок очень поджарый волк, очерчен слева полукруглой чертой. Наверху между человеком и волком голова мужчины с подвязанной щекой, справа надпись «Зимний флюс». Весь фон рисунков испещрен черточками, очевидно, обозначающими, что идет снег. Таким образом, налицо ветер, буржуй на перекрестке и голодный пес. Можно прибавить еще, что на ногах не стоит человек. В марте 1897 года Блок дал еще один рисунок пером. Точнее говоря, это были четыре маленьких рисунка, составляющих в целом рот виньетки, украшающий тот подарок, который Блок сделал ко дню рождения матери, 6 марта 1897 года. Александра Андреевна занималась в те годы переводами французских стихов. На рукописи их Блок нарисовал следующую виньетку. Сверху, на загнутом с двух сторон листе в виде свитка, за которым торчит положенное снизу перо, написано «Французские поэты» в переводе «А.А. Кублицкий пятух». Бодлер, Виктор Гюго, Верлен, Сюлли Прюдом, Альфред Мюссе, Коппе. Ниже три рисунка, помещенный с таймя словарь Макарова с надписью на корешке «Макаров, первый, второй, А.К». За ним виден карандаш. Правее толковый словарь «Ля Русса» в лежачем положении на корешке надпись «Ля Русс А.К.П». За словарем видны в стоячем положении две книги с надписями на корешках «А.К.П», правее стеклянная чернильница в виде чуба с круглой крышкой и рядом маленькая пометка автора виньетки «А.Блок». Внизу под рисунком 6 марта 1897 года. Это уже пятый рисунок. Шестой рисунок. Воспроизведен, как и другие описываемые здесь рисунки, с видами шахматово выше при публикации юношеского дневника «Блока». Нарисован карандашом на четвертушке пищи бумаги. Он точно воспроизводит шахматовский дом с лицевой стороны, выходящий в сад. На обороте карандашная надпись «Шахматово, 1 августа 1898 года. Дом его». Александр Блок. Седьмой рисунок. Представляет собой тот же вид шахматовского дома. Он сделан два года спустя, тоже карандашом и на той же четвертушке. Наверху над рисунком сделана шутливая надпись «В назидание предкам и потомкам». Слева внизу «Шахматово, 3 июня 1900 года». Направо в бок надпись «А.Блок». Существенной разницы между рисунками нет, если не считать того, что второй нарисован отчетливее и лучше первого. На втором не нарисована пристройка и нет цветников, которых в то время уже не было. Еще выше поднялись жасминные кусты. Особый интерес представляет тетрадка с четырьмя рисунками формата получетвертушки пищи бумаги. На заглавном листе обозначена дата — 1899, шахматово июнь. Все рисунки Блока, начиная с 1898 года, сделаны в пору стихов о прекрасной даме, когда Блок познакомился летом этого года с любовью Дмитриевной Менделеевой. Первый рисунок тетради, восьмой по общему счету, помеченный надписью «4 июня Баблова с горки». Требует объяснения. Горкой называла семья Бикетовых тот подъем, который вел из шахматовской усадьбы в сторону ближайшей станции Подсолнечная, бывшая Николаевская железная дорога. По горке шла дорога, пролегавшая между пашнями. С нее открывался широкий вид, и в правой стороне видна была, вырисовываясь на горизонте, высокая гора, замыкавшаяся лесом. Сидя на горке, Блок, вероятно, часто смотрел в ту сторону, где было Баблова, и, наконец, решил, что видная на горизонте полоса леса есть Бабловская гора. Вопросительный знак над надписью показывает, что он не был вполне уверен в этом, но впоследствии, по-видимому, окончательно убедился в этом. Девятый рисунок. Баня. 6 июня. От елки. Небольшая бревенчатая баня с дранковой крышей, из-под которой чуть виднеется верх печной трубы, нарисована очень отчетливо и точно. Десятый рисунок, под которым подпись «Угол дома и наша пристройка. 7 июня». Сделан также отчетливо и с такой же предельной точностью, как и баня. Одиннадцатый рисунок, без даты, относится, вероятно, к тем же годам и исполнен одновременно с рисунками дома. Он нарисован с дальнего расстояния, почти за версту от шахматного с холма, поросшего молодым ельником, среди которого, отступая довольно далеко, стоит на лужайке большая елка. С этой вышки хорошо видны с задней стороны шахматовские сараи и службы, фон которых составляли деревья сада. Остальные рисунки Блока воспроизведены выше при публикации «Александр Блок и Андрей Белый» в 1907 году. Представляют собой карикатуры. Двенадцатый рисунок. Карикатура на Андрея Белого, без дат, вероятно, 1905 год, когда Андрей Белый бывал особенно часто у Александра Андреевны и у Блока, живших в квартире отчима Александра Александровича. Рисунок сделан карандашом на четвертушке пищи бумаги, на большом овальном столе с четырьмя ножками стоит чашка с ложкой, лежит раскрытая книга. Андрей Белый стоит лицом к зрителю за столом, лицо улыбающееся, но волосы стоят на голове дыбом. Внизу подпись «Андрей Белый читает люциферианские сочинения Риля и Когена». В этой карикатуре подпись удалась лучше рисунка. Нужно понимать, что улыбка поэты и волосы, стоящие на голове дыбом, изображают и удовольствие, и ужас, или насмешку и ужас. Андрею Белому было в то время 25 лет. Он прошел уже два разных факультета в Московском университете, естественный и филологический, и был до краев начинен философией, которую при его блестящих способностях, памяти и отвлеченном уме преодолел вполне, и, как выражался он в своих позднейших книгах, вгрызался то в того, то в другого, по большей части немецкого, философа. Блок был далеко не так привержен к философии, как Андрей Белый, и иногда подтрунивал над его крайними увлечениями излишней отвлеченностью. Тринадцатый рисунок гораздо удачнее предыдущего. Это тоже карикатура на Андрея Белого. Рисунок сделан карандашом, тоже на четвертушке. Андрей Белый стоит, обращенный в профиль к зрителю. Поза его с вытянутыми руками и согнутыми коленями очень напоминает его на кафедре во время докладов. Что касается лица, в котором есть что-то от кота, то сходство слабое. Но в молодые годы, когда Андрей Белый был очень худощав, в нем действительно было что-то кошачье. Что же касается надписи, Андрей Белый рассказывает маме о гносиологических эквивалентах, то она положительно удачна. Конечно, в действительности не было такого разговора Александра Андреевны с Андреем Белым. Это была только в высшей степени меткая стилизация блока. Андрей Белый любил затрагивать такие трудные темы, не считаясь тем, поймет ли его собеседник то, что он говорит. Александра Андреевна была очень мало осведомлена философией, хотя интересовалась философскими темами, понимая многое по интуиции. Но Андрей Белый в таких случаях обыкновенно несся вперед, ничего не замечая и увлекаясь темой и собственным красноречием. Остальные карикатуры блока не представляют общественного интереса. 1937 год. О шахматовской библиотеке. Письмо Бекетовой Журову. 15 февраля 1929 года. Ленинград, улица Декабристов, 57, квартира 24. Многоуважаемый Петр Алексеевич, очень благодарю вас за присылку доклада о шахматовской библиотеке. Мое отношение к ней вы поняли верно. Вижу и поэтому, и по многим вашим замечаниям, что вы любитель блока и вообще человек очень чуткий, чего достаточно для того, чтобы я считала вас в числе своих друзей и людей очень мне симпатичных. Письмо ваше и дело о библиотеке требует длинного ответа, поэтому и приступаю к делу. Вы совершенно верно оценили шахматовскую библиотеку как несерьезную, несистематическую и так далее. Она составлялась только нашей семьей из тех книг, которые были лишние в городе, но не лишние в шахматове, где приятно летом кое-что почитать старое, а иногда и новое. Блока не собирался, по-моему, собирать или вывозить в шахматово настоящую библиотеку. Устраивал он ее в 1910 году, потому что вообще устраивал и обновлял старый дом, и очень любил порядок, чтобы все было красиво и уютно. Книги он любил нежно. Свою городскую библиотеку держал в блестящем виде, все переплетал в хорошие дорогие переплеты у лучших переплетчиков, особенно заботился о книжных шкафах. Но все же он был прежде всего поэт, а потом уже книжник, и природу любил особенно. Теперь позвольте исправить некоторые неточности в передаче фактов. В 1917 году жила в шахматове не только мать Блока, но также и я. Об этом есть в моих книгах. Ничего из книжных накоплений, да и других, мы с ней не увезли. Кузен Блока, Феликс Адамович Кублицкий-Пятух, живущий в Москве, сообщал мне, что видел некоторые книги из шахматовской библиотеки, вероятно, с подписями Бекетова или Блок у Сухаревой башни. Если хотите с ним поговорить или узнать точнее, какие именно книги он видел, можете с ним сговориться по телефону, номер которого найдете в телефонной книге в Москве на имя его отца Кублицкого-Пятух. Сошлетесь на мою рекомендацию. Этот Феликс Адамович и есть Фероль. Я думаю, что он мог бы дать вам кое-какие сведения, так как они с братом не раз ездили в Шахматово после революции и сообщали мне о постепенном его расхищении. У них бывают почти каждый год в Москве постоянные жители соседнего с Шахматовым имения, сельский учитель Степан Дмитриевич и его жена Марфа Александровна Анкудимовы. В том сезоне они были у Кублицких и сообщили, что Белая церковь в села Тараканово, где венчался блок, назначена к сломке. Церковь эта старая, времен Екатерины II, и очень интересная по архитектуре и внутреннему убранству. Очень жаль, что с нее не снята фотография. Я просила Ивана Дмитриевича Менделеева, брата Любови Дмитриевны, который скоро собирается в бывшее свое имение Баблова, снять фотографию с церкви, но зимой это далеко не так интересно, как летом, а весной, наверное, начнут ее ломать. Можно попробовать отвоевать церковь у главнауки, как художественную ценность и место венчания блока. Первое для главнауки, конечно, важнее. Не возьметесь ли вы за эти хлопоты? Обращаю этот вопрос ко всей Блоковской ассоциации. Степан Дмитриевич Анкудимов видел у крестьян книги шахматовской библиотеки. Владимир Ястребов был один из Краснобая в деревне Гудино, грамотный, но враль и бахвал. Группа профессоров, кажется, тоже висела в библиотеке, не ручаюсь. Если увезено три подводы, большая часть библиотеки осталась села, но ведь и рукописи заняли много места. Теперь начну отмечать сведения об отдельных книгах. Из книг религиозного содержания я помню книгу об иконах Божьей Матери. Не помню точного названия, но это не книга Кондакова «Иконография Богоматери». Блок собирался одно время писать реферат об иконах Богородицы, но потом оставил эту мысль. Были и, значит, пропали разрозненные тома старых изданий Гоголя в коричневом переплете, негладком, три тома, четвертый, когда-то зачитан, Тургенева, не помню числа томов, в переплете глинцевитом, черным, зеленым. Льва Толстого был только круг чтения. Гончарова, кажется, обрыв. В переплете черным с красно-глинцевитым вырезано известника Европы. О Чехове не помню. Лермонтова не было. Чехова, кажется, привозили и увозили обратно. Его очень любили Бекетовы. У Спенского было четыре или пять томов, без переплета, в оранжевой обложке. Этика спинозы была. Естественно, исторических, экономических и так далее не было, кроме немногих ботанических, принадлежащих отцу. Книга графа Лейчестер Альтвассера в переводе Коваленского принадлежала не Кублицкой Пиатуха Софьи Григорьевне Карелиной, известной у всех родных под именем тети Сони. Кублицкая даже не была знакома с Коваленским, внуком нашей тетки Коваленской. В Шахматове или совсем не было, или почти не было книг Кублицкой Пиатух. Ее библиотека была в Петербурге, откуда она и была вывезена в имение Сафонова. В приведенной выдержке из автобиографии Блока есть ошибки его. Моя мать Елизавета Григорьевна переводила только примечание книги Бокля «История цивилизации в Англии». Знак вопроса. Издание Тиблина, года 60-е. Брэма она не переводила, Дарвина только «Путешествие на корабле Бигль», Гексли «Человек в ряду живых существ». Может быть, выражение Блока многие нужно понимать в общем смысле, а не применительно каждому автору. В вашем перечне третий «Бальзак», неверно указано имя переводчицы. Мать наша перевела только один роман. «Бальзака. Переписка новобрачных». Другие переводы в том же издании принадлежат сестре Александре Андреевне и мне. Девятый «Гюго Виктор». В этом издании только один перевод матери Блока. «Сказка о прекрасной Пекопене и Балдуре». Роман 1793 год перевела наша мать. Второй отдел, 36-й. Адам Смит. Не помню, чтобы эта книга была в библиотеке шахматовских книг. Тридцать седьмой «География растений» не под редакцией, а сочинение Бекетова А.Н. Это его последняя книга, вышедшая в год его 70-летия, 1895 год, в переплете с несколькими фототипиями и эпиграфом из Франциска Осискова. Та ли эта книга? 141-й. Фетт. Собрание сочинений. Издание Солдатенкова. Не разрезано. Не помню этой книги. И едва ли могла быть она не разрезана, если принадлежала Блоку. Дело другое. Запасные авторские экземпляры стихов самого Блока. Переводы французских поэтов матери Блока, вырезанные из книг журнала «Вестник иностранной литературы», год 1895 и другое, Блок взял для того, чтобы сделать своей матери подарок. Он наклеил каждое стихотворение на толстую бумагу разных цветов, вложил в зеленый конверт из толстой бумаги, украшенной какой-то картинкой, подписал годы печатания стихов, а внутрь вложил оглавление его рукой и лист толстой белой бумаги с подходящим рисунком пером, чернильницы, перья и книги. Все вместе вышло очень красиво. Хранится у меня в числе писем Блока к родным, его рисунков и так далее. Второе. 1901 год. Вестник иностранной литературы. На поприще славы. Перевод Бекетовой, кажется, с вопросом. В журнале «Заграничный вестник» помещен был перевод сестры Екатерины Андреевны Бекетовой, поэма «Эспронседе Донжуан» с испанского. Не хватает разрозненных номеров «Вестника Европы», записки Бенвенота Челлини, может быть, в каком-нибудь сборнике. Стихи сборник Екатерины Бекетовой-Красновой и ее же рассказы. Гнедич. Рассказы, не помню название. На обложке портрет Миниха или кого-то на него похожего. Иностранных было очень мало. Несколько таухницев, английского журнала «Once a week» и отдельные томики Бальзака для перевода в шахматовые книги, которые кажутся вам не шахматовскими и точно не наши. Михайловский, Глеб Успенский в переплетах, еще что-то. Вот все, что я нашла нужным. Вам сообщить многоуважаемый Петр Алексеевич. Кажется, я ничего не пропустила. Жду ответа на это письмо. Но шлю привет вам и всем знакомым, мне членам Блоковской ассоциации, особенно Евгении Федоровне. С искренним уважением и симпатии, Бекетова. Простите за ужасный почерк. Очень неудобно было писать. Мария Андреевна Бекетова. Вехи жизни в литературе. Три мемуарные книги Бекетовой были написаны ей уже на склоне лет. Ими прежде всего определяется значение ее литературной деятельности. Определяется, но не исчерпывается. Воспоминания Бекетовой не были опытами начинающего автора. В 1931 году Мария Андреевна с чувством скромного достоинства отмечала, что она более 50 лет своей жизни посвятила литературе. Это не было художественное творчество в подлинном смысле слова. Это был именно литературный труд. Требовавший каждодневных усилий, зачастую неблагодарный, но порожденный любовью к литературе и незапятнанным понятием о ее высоком значении. Убеждениями, которые, по словам Блока, в автобиографии, 1915 год, были унаследованы семьей его матери от дедов. Александр Блок. Собрание сочинений. Восьми томах. Том 7. Москва. Ленинград. 1963 год. Страница 11. Сама Мария Андреевна Бекетова в автобиографической заметке «Почему и когда я начала писать?» 1935 год. Указывает, причина того, что я полюбила чтение, а потом захотела писать, была та исключительная литературность, которой отличалась наша семья, главным образом мать, которая, будучи на редкость способной, не была, однако, писательницей, а только удивительно талантливой переводчицей, очень любившей это занятие. Что такое литературность? Это способность чувствовать дух и красоты, или, наоборот, недостатки литературных произведений и литературно выражаться и мыслить. Все мы пристрастились к литературе и очень любили искусство, а к науке были равнодушны. Разговоры наши с матерью по большей части вертелись на литературе. Мы перебрасывали с ней цитатами из разных писателей, и при том очень веселились, так как мать наша была живая и чрезвычайно остроумная женщина. С отцом было нам тоже очень хорошо, но в другом роде. Ирли, фонд 462-й, единица хранения, 24-я. В семье Андрея Николаевича и Елизаветы Григорьевны Бекетовых Мария Андреевна была младшей дочерью. Она родилась 12-24 по новому стилю января 1862 года в Петербурге. В 1879 году окончила серебряной медалью Петербургскую Василиостровскую женскую гимназию. Мария Андреевна с детства усвоила присущие семье Бекетовых, согласно замечанию Блока, старинные понятия о литературных ценностях и идеалах. Воспитывалась в либерально-позитивистском духе, характерном для самых широких слоев русской интеллигенции 1870-1880-х годов, и оставалась верна Духовному кодексу отцов. В своей последующей литературной работе. С ранней молодости две области творческой деятельности оказались в сфере внимания Бекетовой — литература и музыка. При этом именно в музыке она стремилась со всей полнотой выразить себя, занималась ею, теоретически и практически, на протяжении многих лет, пробовала свои силы и в области композиции, но без существенных успехов. С любовью к музыке были тесно связаны ее личные переживания. В 1890-е годы она была глубоко увлечена без всякой надежды на взаимность итальянским композитором и пианистом Беньюмино Чези. Позднее встретилась с композитором Панченко, помогавшим ей в музыкальных занятиях. На протяжении ряда лет Панченко был предметом ее потаенной и, опять же, безнадежной любви. Через Марию Андреевну Панченко познакомился с ее близкими в начале 1900-х годов, оставил определенный след в духовном формировании молодого Блока. Жизненная судьба Марии Андреевны сложилась в целом неудачно. Замуж она не вышла. До 1902 года, до своего 40-летнего возраста, прожила вместе с престарелыми родителями. Г.П. Блок, двоюродный брат поэта, свидетельствует, Ее с молоду признали неудачницей, поставили на ней крест, не интересовались ее личной жизнью и сваливали на нее всю черную работу. Там же страница 599-я. Литературная деятельность для Марии Андреевны была не в последнюю очередь средством укрепления семейного бюджета. Этим отчасти объясняется пестрота и разнохарактерность ее писательских опытов. В автобиографическом очерке «Мои редакторы и издатели» 1931 год Бекетова свидетельствует. Я начала с переводов, причем выбрала польский язык, которому выучилась случайно. Автографы очерка хранятся в архиве Бекетовой в Ирли, фонд 462-й, единица хранения 23-й, и в архиве Блока в ГЛМ, фонд 8-й, опись 2-я, единица хранения 4-я, ОФ 6290. Прочтя трех классических польских поэтов Мицкевича, Словацкого и Красинского, я начала было переводить мелкие стихи Мицкевича. Но это оказалось очень трудно и плохо мне удавалось. Тогда я принялась за прозу. Литературный дебют Бекетовой состоялся в «Вестнике Европы» Стасюлевича. В номере седьмом за 1882 год был опубликован рассказ польского писателя Болеслава Пруса «Поэт и жизнь» в ее переводе за подписью М.Б. Я выбрала этот журнал потому, что там печатала свои первые стихи и повесть «Сестра моя» Екатерина Андреевна, сообщает Бекетова, мои редакторы и издатели. В 1883 году также в «Вестнике Европы» номер девятый был помещен ее перевод рассказа Элизы Ожешко, 14-я часть. С польского Бекетова активно переводила и в последующие годы. Переводы печатались в «Вестнике иностранной литературы», приложениях к новому времени и к Ниве. Библиографические перечни переводов Бекетовой, составленные ею самою, имеются в ее архиве «Ирли». Фонд 462-й, единица хранения 45-й, список литературных работ Бекетовой и в архиве «Венгерова и Рли», фонд 377-й, второе собрание автобиографии «Венгерова», номер 10-й. Среди переводившихся ею польских писателей те же «Прус», рассказы «Дворец и Лачуга», «Смерть Офира» и «Ожешко», рассказы «Дым, белый цветок», а также «Мария Конопницкая», «Антек», «Астоя», «Эстея», «Органист», «Мария Радзевич», «Сказочка про белого бычка», «Мышка», «Клеменс Юноша», «Заяц», «Станислав Пщебышевский», «Сыны земли», «Генрик Сенкевич», «Роман на попище славы», «Стефан Жеромский», «Рассказы». Отдельными изданиями в переводе Бекетовой были опубликованы романы «Меченосцы», «Крестоносцы» Сенкевича, «Санкт-Петербург», 1900 год и «Дело Доленги», «Юзефа Вейсенгофа», «Санкт-Петербург», 1902 год. В конце 1880-х годов Бекетова под влиянием Толстого увлеклась мыслью писать для народа и попала в кружок известной преподавательницы и общественной деятельности Александра Михайловна Калмыковой, мои редакторы и издатели. Тем самым Мария Андреевна оказалась вовлечена в круг демократической оппозиционной интеллигенции. Книжный склад издательницы Калмыковой 1849-1926, существовавшей в Петербурге с 1890 по 1901 годы, снабжал литературой земские школы, народные библиотеки, распространял ее по фабрикам и заводам. Калмыкова была тесно связана с социал-демократами. В том же автобиографическом очерке Бекетова отмечает, кружок, основанный Александр Михайловной, состоял из демократической молодежи обоего пола, студенты, учителя и учительницы. Мы с сестрой Екатериной Андреевной были несколько иного пошиба, чем все эти юноши и девушки. Не будучи чопорны, мы не были и демократичны. Александра Михайловна собрала это общество с целью рассматривать книги по народной литературе, издавая вновь то хорошее, что было забыто и исчезло с рынка, и писать самим, занимаясь главным образом обработкой в упрощенной форме хороших книг разнообразного содержания. Все это предпринималось с целью бороться с лубочной литературой. Екатерина Андреевна от кружка вскоре отошла. Мария Андреевна же, по ее словам, с головой окунулась в новое дело. Александре Михайловне я обязана очень многим, — добавляет она в том же очерке. Она дала мне много полезных указаний и советов, доставила работу и поощрила мой труд, что мне было очень важно, особенно на первых порах. Поощряемая Калмыкова Бекетова подготовила и выпустила в свет целый ряд книг и брошюр для народного чтения. Первыми опытами были вышедшие в издательстве Сытина сокращенное переложение знаменитого романа «Жюля Верна», «Необычайные приключения капитана Гаттераса», «Москва 1888-1890», и сказка Эдуарда Рене Лабулле «Абдаллах», «Москва 1889». За ними последовали популярный очерк «Ганс Христиан Андерсон, его жизнь и литературная деятельность», «Санкт-Петербург, 1892», изданный в биографической серии Павленкова, и книга «Друзья человечества», «Рассказы», «Санкт-Петербург», издание «Ле Дорле», 1893, сборник кратких биографий филантропических деятелей, составленных по книге Максима Дюкана «Частная благотворительность в Париже». Смотри рецензию в «Русской мысли», 1894, номер 2, отдел 3, страница 87. В пересказах Бекетовой были опубликованы также Робинзон Крузо, «Дефо», «Санкт-Петербург, 1896» и «Мои темницы» итальянского писателя-карбонария Сильвио Пеллико «За тюремной решеткой». Повесть об итальянском узнике Сильвио Пеллико по запискам его составила Бекетова «Москва, 1902 год». Единственный, в прямом смысле оригинальный билетристический опыт Марии Андреевны, рассказ «Мать», «Санкт-Петербург, 1888», читальня народной школы, выпуск 43, написан на сюжет из крестьянской жизни. С 1880-х годов Бекетова работает в детском журнале «Сысоевый», «Альмединген», «Родник», где и был первоначально напечатан рассказ «Мать». В 1910-е годы продолжает участвовать в журналах для детей младшего возраста «Солнышко» и «Всходы», публикуя в них стихи, шарады, загадки. Ее перу принадлежат многочисленные популярные очерки и биографии жизни странствия Христофора Колумба, 1889, что за земля Голландия и как живут голландцы, 1890, отдельное издание Москва, 1899, очерки об Англии, 1897, 1899, отдельное издание Англия, Санкт-Петербург, 1907, Шотландия и шотландцы, Санкт-Петербург, 1908, Ирландия и ирландцы, Санкт-Петербург, 1909. Комитетом грамотности был выпущен в свет популярный очерк Бекетовой «Нефть и нефтяное дело в России» Петроград, 1915. На протяжении долгих лет Мария Андреевна, подобно своей матери Елизавете Григорьевне Бекетовой, неустанно занимается переводческой деятельностью. Среди переводившихся ею писателей, в основном для петербургского журнала «Вестник иностранной литературы» и его приложений, классики литературы и новейшие авторы «Онуре де Бальзак», романы «Пьеретта», «Деревенский священник», отдельное издание 1897-й, «Жор Сант», «Рассказы», «Альфред де Мюссе», пьеса «Кармазина», «Альфонс Доде», роман «Фромон младший» и «Рислер старший», «Театральные очерки между Фризами и Рампой», «Ги де Мапассан», «Рассказы», «Рони», роман «Вамирех», отдельное издание 1900-й год, «Пьер Лоти», роман «Исландские рыбаки», отдельное издание 1901-й, «Эрнст Теодора Мадейгофман», роман «Житейская философия Катамурра», отдельное издание 1894-й, «Повести золотой горшок», «Дон Жуан», «Песочный человек», «Маленький Цахес», «Принцесса Брамбила» и другие, «Герман Зуддерман», роман «Забота». Блок сообщает, что «Кармазина Мюссе» в переводе Бекетовой была поставлена в театре для рабочих. Александр Блок, собрание сочинений в восьми томах, том седьмой, страница одиннадцатая. Современным требованиям, предъявляемым к художественному переводу, эти опыты Бекетовой в большинстве своем уже не удовлетворяют и ныне не переиздаются, но в свое время они вполне соответствовали общераспространенному среднему уровню переводческого мастерства. В послереволюционные годы Мария Андреевна продолжала работать как детская писательница, участвовала в детском журнале «Воробей», где ее редактором был Самуил Яковлевич Маршак. Бекетова сообщает, «Я встретилась с Маршаком в кружке детской литературы, которым он руководил в двадцатых годах нашего века. Ему понравились мои загадки в стихах, прочитанные мною вечер нашего с ним знакомства, и это послужило началом нашей литературной связи. При деловых сношениях оказалось, что Маршак очень строгий и взыскательный редактор, но его замечания всегда казались мне дельными, и многому меня научили. В 1920-е годы вышло в свет несколько детских книжек Бекетовой. «Твоя книжка. Москва. Ленинград. 1925 год». «Политайка. Москва. 1928 год». «Буренушка. Ленинград. 1929 год». «Егорка. Ленинград. 1929 год». Смотри «Советские детские писатели». Биобиблиографический словарь 1917-1957 составили Витман. «Оськина. Москва. 1961. Страница 37-я». Самым ценным из всего, что было написано Бекетовой, безусловно, остаются три ее блоковские книги, продиктованные глубокой любовью к Александру Блоку, гордостью за великого представителя большого и щедрого дарования семейного клана, стремлением поведать читателю те обстоятельства и факты, которые были тогда известны лишь очень немногим. Между тем семейным летописцем Мария Андреевна стала едва ли не случайно о том, как родилась идея написания ее первой блоковской книги «Александр Блок. Биографический очерк. Петроград. Алконос. 1922». Она рассказывает, в 21 году, когда скончался Блок, в среде его близких и друзей, составивших комитет по увековечению его памяти, возникла мысль о том, что нужно написать хоть краткую биографию Блока. Эту работу поручили Щеголеву, который согласился за нее взяться. Немного погодя, Щеголев отказался писать биографию. Никто из друзей Александра Блока не захотел взяться за это дело. Как раз в это время я часто встречалась с Чуковским, который задумал издавать детский журнал. Он знал мои работы по детской литературе и просил меня написать что-нибудь о Блоке. Я сначала не решалась на это, но потом написала несколько страниц, которые Чуковский одобрил. Издание журнала не состоялось, но опыт с Чуковским натолкнул меня на мысль написать биографию Блока. Я поделилась ею с матерью и вдовой Блока, и они меня поощрили. Книга была написана за полгода. Моим редактором была мать Блока, добавляет Бекетова. Она вычеркивала из моей рукописи целые страницы, в которых места переделывала по-своему, так как ей не нравился мой спокойный и плавный стиль. Но когда книга вышла, она ей полюбилась, и в последние месяцы своей жизни она говорила, что не может читать ничего, кроме этой книги. Мои редакторы и издатели. Первая биографическая книга Бекетовой сразу же была воспринята как ценнейший и необходимейший источник сведений для изучения жизни и творчества Блока. Поэт и критик Тиняков, сам хорошо знавший покойного поэта, утверждал, что очерк Бекетовой в только зарождавшейся тогда Блокеане на первом месте по богатству материала. Бекетовой памятны детские годы Блока. Ей из первых рук известны подробности сложных и мучительных отношений между родителями поэта. Она своими глазами видела сияющую юность Александра Александровича, видела его в торжественный и прекрасный день его свадьбы, и все это описала с глубокой задушевностью и с пленительной простотой. Александр Тиняков «Новые книги об Александре Блоке. Последние новости. 1922 год. Номер 8. 11 сентября». В то же время признание книги в читательской среде не было безоговорочным, раздавались упреки в ненужной детализации. Автор книги очень памятлив на мелочи, точно запоминает их и любовно, пространно передает читателю. Мелочи, мелочи, анекдоты и точное описание костюмов и прочее подавляют своей громоздкостью и количеством. Книгу можно было бы сократить без ущерба для цельности почти вдвое. Геннадий Фиш «Новые книги об Александре Блоке. Красная газета. 1922. Номер 227. 7 октября». Время подтвердило, что Бикетова была совершенно права в избранном ею методе, не окажись она столь внимательна к подробностям и деталям, сколько немаловажных сведений о жизни Блока и его семьи, не отраженных в сохранившихся документальных материалах, было бы невосстановимо утрачено. Своим изначальным фактографическим установкам Бикетова осталась верна и во второй биографической книге «Александр Блок и его мать. Воспоминания и заметки. Ленинград, Москва. Петроград. 1925». В этой книге еще больше конкретных деталей, больше быта, частности, чем и в предыдущей, но именно изобилие такого сугубо внешнего материала можно составить более отчетливое представление о генезисе и содержании внутреннего мира поэта, чем из иных отвлеченных построений. Близкий друг Блока Пяст в статье об этой книге бесхитростного, но вместе и художественного описания «Семейная хроника поэта» отмечал, что при чтении ее непременно задумаешься серьезно над тем, что именно из не столь большого и немного одностороннего наследства материнской психики выявилось и в сыне, легло одним, но только одним из краугольных камней, построивших просторное здание его творчества. «Красная газета», вечерний выпуск, 1925 год, номер 193, 7 августа. Важнейшим источником для изучения жизни и творчества Блока стало и подготовленное бикетовое двухтомное издание «Письма Александра Блока к родным. Ленинград. Академия. 1927-1932». В лаконичных примечаниях, которыми она сопроводила эту публикацию, 635 неизданных писем поэта, рассыпано множество сведений, которые не сумел бы собрать и изложить никакой, даже самый дотошный исследователь, не бывший очевидцем фактов и обстоятельств, отразившихся в этой семейной переписке. Мария Андреевна Бикетова скончалась 2 декабря 1938 года на 1977 году жизни. В некрологии Вольпе и Орлов сообщали, что в последние годы, уже почти слепая, потеряв один глаз, она продолжала работать над многотомной историей бикетовской семьи «Шахматовская хроника», «Литературная газета», 1938 год, номер 67, 5 декабря. Мемуары Бикетова, Шахматова, «Семейная хроника» были впервые опубликованы лишь в 1982 году. «Литературное наследство», том 92, Александр Блок, новые материалы исследований, книга 3, публикация Лесневского и Минс. В архиве Марии Андреевны сохранилась рукопись четвертой ее биографической книги об отце А.Н. Бикетов, предполагавшейся для напечатания в серии «Жизнь замечательных людей» Ирли, фонд 462, единица хранения, 18-е. Хочется думать, что и эта книга когда-то увидит своего читателя. Лавров. Конец книги. Апрель 1991 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ирина Ерисанова. Звукорежиссер Елена Соболева. Звукорежиссер Елена Соболева. Звукорежиссер Елена Соболева.